всем привет друзья 159 в эфире меня зовут павел понедельничек 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 15 марта и это значит что я как обычно скажу вам мои любимые слова половина месяца прошла все 15 марта прикиньте еще вчера первое было а сегодня уже 15 и половина месяца уже пролетела уже апрель вот вот наступит чуть-чуть пару пару раз моргнете и наступит апрель правда за окном за окном тоже как бы типа апрель дождь непонятный непонятный до что ли до что ли снег то ли что там вообще происходит науки неизвестно какие еще катаклизмы нас будут ожидать вообще на улице плюс 2 не пишет градусник сейчас дождь потом дождь и потом опять дождь и потом еще раз дождь потянет потом вроде потом вроде дождь закончится сегодня дождь и снег завтра снег в среду плюс 3 четверг снег плюс 1 пятница снег плюс один короче все начинает таять возможно приближение весна как-то поджигали все чучело на масленице вот и началось вот и понеслось вот и понеслось постригся все таки что вы ожидали что я все конвертируясь в есуса буду отращивать себе длинные волосы у меня у меня очень жесткие не очень хорошие волосы чтобы отращивать их длинными они и так то он выглядит как-то непонятно не пойми как как-то лежат не лежат вообще не пойми что с ними да глядишь половина жизни пройдет к она уже да она уже поплавину то наверное прошла уже молодиться чем молодежная обычно военная на что и и раз уж на то пошло то военные готовимся к войне телевидение готовит нас к войне каждый день говно какой за окном помою окна влажность 320 процентов но с текущим дождем да с пятницы рабочий програб от через жопы я впустую сижу в офисе так уходи оттуда скажи что ничего не работает и иди домой стариков готовит которые его сморчат старики сморчат да никого что кого я готовлю никого не готовлю приезжай в крылацкая на склон или где там у тебя сноубордисты и обними снег последний раз тогда уж на там не знаю в сочи в горы ехать наверное там там наверно хорошо но может быть и нет в общем всем привет друзья понедельник начало недельки начало недельки кстати так так и не проверил ну-ка надо проверить кое-что кое-что надо проверить я так и не проверил во первых я сдался я вам на прошлой неделе рассказывал про свои эпопеи с закрытием и п вот я сдался просто заплатил денег не поеду я них ни в какие и меня чтобы там где-то что где-то раз где-то расписываться в чем-то просто дал денег и они сами все сделают и не надо быть никуда ходить ключ на на стран холд мне так и не прислали так не прислали так что стран холд я играть не буду во всяком случае не за эту цену не за 1200 рублей я не настолько хочу поиграть в стран холд чтобы покупать за 1200 рублей скажу так моя цена меньше 1000 рублей между 700 и 1000 это в этом промежутке я буду готов приобретен ну как как опять же это как пользователь то есть именно как игрок я настолько как-то стран холд настолько востребован мной вот вот на такую сумму востребован поэтому поэтому сегодня мы скорее всего поиграем форс топили за нее в четверг а мы поиграем не сегодня наверно не знаю может быть что-то изменится в моей в моем настроении в моей жизни может что-то изменится как минимум от форза меня отталкивает то что она не работает с рулями это конечно такси это то за что вы платите меньше денег в стиме за нерабочие функции если вы хотите чтобы форза полностью работала у вас без багов и вылетов вам придется купить версию в microsoft store за 60 баксов вот она если вы готовы терпеть вылеты баги отсутствие кнопок и в том числе нерабочий руль вообще нерабочие рули я так понимаю что там ну там некоторые вроде работают рули но но их приходится настраивать через одно место поэтому если вы готовы с этим мириться то тогда вы можете сэкономить немножечко денежек и купить версию в стиме я купил версию за 1000 рублей самую базовую потому что я понимаю что во первых мне не нужны оба dlc если я захочу dlc я скорее всего плюс себе лего dlc вот потому что вот этот thunder island там какой-то мне совсем не интересен тем более что поиграв достаточно много на выходных форзу horizon 4 я выяснил довольно неприятные моменты для себя а именно то что во первых боты абсолютно не умеют в в ралли это просто парадоксально для меня потому что но точнее не парадоксально игра довольно аркадная поэтому гонщики в в ралли ну то есть боты дроватары на какой бы сложности вы их не ставили они все равно будут ездить как как по треку то есть как по асфальту и это прямо заметно потому что как только вы выбираетесь на view если вы хоть раз играли посерьезки в какой дёрт ралли то вам вообще будет без правда как только вы будете выбираться на не асфальтиры на грунтовые дороги то будете рвать ботов просто все в щепки клочья потому что боты абсолютно не обучено вести себя в условиях ралли то есть они не умеют входить в повороты в заносах они не умеют правильно газовать они ничего не умеют они будут притормаживать проходить по там через апекс в общем как это делается на асфальте и когда дело касается асфальта они ездят достаточно хорошо я например абсолютно мне очень тяжело играть в игру по асфальту я все время перемот перематываю время назад все время переигрываю потому что но на мой взгляд автомобили на асфальте ведут себя супер хаотично сцепление почти не существует как будто бы то есть ощущение порой что я езжу не на машине не спортивной машине с спортивной резиной однако на просто на ракете с куском мыла вместо колес потому что малейшее какое-то в малейших причем меня наверное больше все раздражает то что почему-то при торможении всегда автомобиль просто блокируется намертво хотя на самом деле это не совсем так то есть когда речь касается торможения то машина почему-то довольно неплохо это делать но когда речь касается поворотов она так и норовит улететь соскользнуть потерять сцепление и улететь в кусты такое ощущение что это сделано специально чтобы у посмотрите у нас же есть разрушаемые стены вдоль дороги деревья всякие давайте отправим игрока покататься по лугам чуть он по трассе едет не знаю когда езжу по асфальту в гон там в гонках этих всех мне прям прям бесит прям бесит потому что как это вообще неадекватная история но стоит выехать на бездорожье и при этом не бездорожье которая просто по лугам а бездорожье по грунтовым дорогам лет прекрасная но так такая конечно аркадная история но и за счет этого прекрасное времяпрепровождение с большим удовольствием гонял про проехал по сути по моему все раллиные заезды которые там были там есть кросс-кантри которые просто езжай через лес езжай через поле и же а есть типа по грунтовкам и вот я с удовольствием везде где грунтовки я прям кайфовал то что во первых довольно неплохая физика при этом во вторых прекрасное сцепление то есть управлять автомобилем очень удобно во все повороты аккуратненько входишь вообще прекрасно вообще великолепно но стоит выйти при этом самое парадоксальное ну не парадоксальное на самом деле но все равно ты берешь какой-нибудь там subaru или какой-нибудь раллийный короче класс или там не знаю ford focus rs начинаешь ездить по грунтовке и у тебя просто великолепно это великолепно ездишь вообще без ноль проблем ты входишь поворотики все машина держится как как будто не знаю привязана канатами к земле вообще идеально но стоит этой машине выехать на асфальт и она просто не может вообще ни за что зацепиться то есть она просто были в любой маломальский поворот она уходит в занос улетает в кювет и просто никуда не едет это как-то грустно все время поэтому странно что в роли не в том числе мне очень не понравилось что именно в роли иных состязаниях почему-то присутствуют участки с асфальтом нет на самом деле в роли присутствует участки с асфальтом это тоже нормально но чаще всего это все-таки езда через какой-то узкий лес и папа канавом и грязи ну нет я знаю что там в италии есть участки асфальтированы но там как правило не бывает такого что она 50 на 50 чаще всего это либо асфальтированный участок с парой кусков грязи либо наоборот грязный участок с пару кусков асфальт а тут как-то и на некоторые трассы вообще чисто на асфальте проходит в общем в общем не знаю как то с одной стороны кайфанул с другой стороны разочаровался но основное разочарование что руль не работает я такой сижу в субботу ну ну вот сейчас вот сейчас нет не в субботу это был не в субботу субботу вечером я устанавливал по моему нет я устанавливал в пятницу вечером а в субботу субботу я работал а потом я уехал значит вечером наверное это было вечером не вечером я устанавливал когда я стримил я же по моему субботу стрима да я в субботу вечером как раз и установил вот и такой Пока устанавливается, там 80 гигабайт, это устанавливается у меня около часа, я такой, достану сейчас свой руль, все установлю, сейчас кайфану, хотя я знаю, при этом я знаю, что Forza Horizon 4 с рулем отвратительно играется, это факт. Я не знаю, как они умудрились это сделать, но играть на руле, это, наверное, самое сложное в Forza Horizon, что есть, и не только потому, что управлять рулем сложнее, а потому что руль надо очень тонко настроить, иначе, ну вообще игра, ощущение, что игра сделана под геймпад, вот, поэтому я был готов к тому, чтобы будет горячо, но все равно, опять же, можно было бы просто настроить руль как надо, но настроить руль как надо нельзя, потому что Steam версия не поддерживает рули, ну точнее, она просто его не видит, большинство людей, я так понимаю, имеется довольно дешевый, но неплохой руль Momo Racing, Momo Racing Wheel от Logitech, и он не поддерживается, ну точнее, игра просто его не видит, игра просто не видит этот руль, причем, я там почитал на форумах в Steam, во-первых, у многих людей, ну не у многих, у большинства, у кого есть такой руль, он не поддерживается, а у тех, у кого там Thrustmaster T300, T150, это тоже довольно распространенные рули от Thrustmaster, у них приходится геморроиться с настройками, в общем, пока Steam версия довольно скудно работает с рулями, пришлось играть на геймпаде, но на геймпаде игра заточена под геймпад, поэтому никаких проблем с геймпадом вообще нет. В ралли есть полностью асфальтированные участки, я присутствовал на таких этапах, как зритель лично, я знаю, мне из рулетки Warhawk выпал, тоже на выход кросс-кантри покатал, нет, кросс-кантри это одно, а ралли это немножко другое, кросс-кантри, я тоже подумал, что я сейчас кросс-кантри тоже, так как я ралли разваливаю, я и кросс-кантри разваливаю, ага, конечно, как скажешь, по кросс-кантри машины ездят ровно, ну там ровно такое же сцепление, как и у раллиных, да как у всех машин по асфальту, на асфальте катайся на D или C классе, ну да, можно, я думал о том, чтобы, хотя с другой стороны тут есть нюансы, с одной стороны логично выбрать класс помедленнее, да, типа D, C, потому что будет проще входить повороты и прочее, но при этом класс спортивный, типа S1, S2 обладает лучшей, во-первых, лучшим торможением, во-вторых, лучшим разгоном и в-третьих, лучшей поворачиваемостью, то есть там управление лучше, то есть с одной стороны ты выбираешь медленный класс, чтобы все не так быстро мелькало в окне, чтобы ты успевал реагировать на ситуацию, поворачивать аккуратно, но у тебя в итоге будет медленный разгон, слабое торможение и очень вялое поворачивание, хотя и скорость у тебя будет низкая, вот, либо ты выбираешь нормальный мощный класс, который там за секунды разгоняется, за секунды тормозит, но при этом, естественно, ну и очень хорошее поворачивание, но, естественно, подобный класс обладает проблемами вроде, ну, если ты выключил все помощники, типа АБС и прочего, контроль устойчивости, то на заднеприводных спортивных тачках резко включать газ не стоит, потому что они мгновенно, они либо будут буксовать, либо мгновенно тебя развернет, потому что так на самом деле работает физика. Не многие из нас знают, но если все в какой-нибудь Porsche с задним приводом, да или просто в очень мощную машину с задним приводом, вы просто втопите газ, то, скорее всего, вас просто развернет переизбыточной мощности, которая бросается на задние колеса. Поэтому надо, да, там, если гоняешь, да в целом это, кстати, свойственно почти всем машинам, даже если берешь ламбу полноприводную, то в поворотах все равно при избыточном газе можно спокойно начать уходить в юз, спокойно уходить в дрифт, хотя тебе это не нужно. Что, кстати, тоже странный момент, в игре есть испытания дрифта, ну, то есть скольжение боком, и они заключаются в том, что тебе надо доехать до определенной точки, набивая очки дрифта. Они идут отдельно от верхней, то есть там есть основной счетчик, который насчитывает вам все, что вы вытворили там. Пошли юзом, ударили что-нибудь боком, проехали там по траве, вам все это засчитывается в очки. Дрифты засчитываются отдельно, только за выполнение их на асфальте, ну, на трассе точнее. Есть дорога, и вы в рамках нее должны дрифтовать. И эти очки идут в общий зачет. Даже не важно, вас развернуло, вас там, типа, вы медленно едете, вы быстро. Главное, чтобы за определенное время вы набили определенное количество очков на три звезды, ну, лучше всего на три звезды, естественно. Но что странно, там подпихивают машины, которые очень хреново дрифтят. Ну, точнее, первые более-менее еще нормально, там, когда есть задание, например, дрифтовать на чарджере, по-моему, на американском, который, ну, невероятно медленно уходит в юз. То есть там есть японцы, которые ты просто газ нажал, и они, бш-ш-ш, и все, их развернуло уже на 360. А этот корыто, блин, вообще не хочет дрифтовать. Оно просто не хочет дрифтовать. Ты его как разгоняй, не разгоняй, не хочет, и все, в упор. Плюс, сами маршруты какие-то, ну, типа, камон, серьезно. Forza Horizon. Величайшая аркадная гонка. И вы не смогли придумать крутых маршрутов. Почему иногда приходится на дрифт задании, дрифтовом задании, ехать по прямой? Ну, серьезно, просто прямой кусок трассы, у которого где-то в конце поворот, не знаю, на 20 градусов, и потом еще прямой кусок трассы. Это дрифт задание или драйк задание? Вы уж определитесь. Ну, то есть некоторые, нет, там часть трасс сделана нормально, то есть они с поворотами, с какими-то, там, с петлями, такими ровными, круговыми поворотами. Там прям кайфуешь, прям ты нажимаешь. Потому что, опять же, если оставить аркадное управление и играть на геймпаде, то дрифт дается просто как будто вы всю жизнь дрифтовали. Как будто вы просто родились во время дрифта. Во время удачного дрифта от автомобиля откололся кусочек, и это были вы. Потом вы выросли и стали дрифтовать сами. То есть ты просто как будто бы реально всю жизнь дрифтовал, потому что управлять с геймпада автомобилем там очень просто. Но логика повествования, скажем так, логика трасс, мне абсолютно непонятно. Во-первых, ты начинаешь всегда из одной точки и едешь в другие. И во-вторых, ну почему нельзя было подготовить для этого какие-то отдельные куски? Причем в игре же есть довольно неплохие участки, где очень классно можно было бы дрифтовать. Но нет, игра почему-то, точнее разработчики или создатели этих заданий почему-то решили, что тебе надо дрифтовать по прямой. Это возможно. Я не говорю, что это невозможно. Это возможно. Просто это скучно, это неинтересно, когда у тебя прямая трасса, и ты как будто пьяный, вот так вот, как рыба просто хвостом. Вот так бжу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. Одно дело, когда ты красиво в длинном-длинном повороте такой скользишь, и все, красота. А другое дело, когда ты просто едешь по прямой и вот набиваешь очки. Это напоминает мне не самые лучшие времена Need for Speed to the Ground, где в некоторых моментах, чтобы просто набить очки, вы делали вот-вот плавание хвостом, вместо того, чтобы красиво входить в повороты. Ну, не знаю, мне эта тема не очень зашла. Опять же, есть прикольные, а есть какие-то... И тоже большая разница, когда тебя сажают за японскую какую-то там машину навороченную, и она сразу просто с первого же нажатия газа, она уходит в юз, и ты кайфуешь от каждого поворота. И когда тебя сажают на чарджер, по-моему, это такое... Это она не едет даже. Она даже не едет, не то чтобы о дрифте говорить. В общем... В общем, не знаю. Horizon как-то специфично. Потом я достал Xbox. Примерно вот так же. У меня есть... У меня в наличии имеется старенький 360. Как старенький, на самом деле, это одна из самых последних моделей, которая была выпущена, такая прямоугольная. Она одна из последних имеет... Имеет аудиовход. Вот. То есть, большинство боксов старых, у них был только HDMI. А у этого был еще и аудиовход. Ну, это было отдельно наушники, например, подключать. Ну, или аудиосистему какую-нибудь. В общем, прикольно. Так вот, я достал свой Xbox. Я достал свой... Руль. Да, это руль. Это не устройство удовольствия для двоих. Это руль. Немногим кто знает. Но в далеких-далеких временах для Forza Horizon 1, самый первый Forza Horizon, выходил вот такой вот руль. Воздушный. Очень крутая штука. Многие, когда на нее смотрят, недоумевают. Ну, то есть, ну, херня ж какая-то. Ну, помойка. Зачем такое проще? На самом деле, если у вас Xbox, а тогда у меня был Xbox и старенький ПК, это охренительное устройство. Это реально охренительное устройство. И с ним было очень удобно проходить Forza Horizon. Я с большим удовольствием играл на этой штуке. Единственный ее минус, у него нет бамперов. То есть, у него есть курки. У него, ну, типа, меню старт, бэкстарт. И, ну, типа, кнопочки все есть. Но нету бамперов. Не знаю, почему. Я не понимаю, почему нельзя было сделать какие-то бамперы или дополнительные кнопки бамперы. Нелогично. Нелогично бамперов у него. Ну, да, подключить наушники к нему тоже нельзя. Ну, это небольшая проблема. Но руль охренительный. Я с большим... У него очень хорошая отдача. Ну, в смысле, у него почти нет задержек. Им очень удобно управлять. Я, в итоге, включил Xbox, запустил старую Horizon и кайфанул немножко, поиграв. Правда, старая Horizon, конечно, сейчас уже выглядит тяжко. Это 30 FPS, 1080p, не более. Вот. Но все равно. И там так прекрасно все управляется. Так прекрасно все управляется. Машины никуда не уходят в заносы. Все нормально, все хорошо. Вот. Все ездит. Все прекрасно, короче. Все прекрасно. Как им управлять? Руки всегда на весу. Ты можешь локти поставить... Ну, опять же, в условиях дивана, да, то есть я его клал, ну, типа, на ноги и управлял нормально, да. То есть, можно было, опять же, в условиях, если у тебя стол, можно на стол поставить. Да, он управляется на весу. Но он довольно легкий. То есть, он примерно такой же легкий, как и геймпад. Геймпад даже тяжелее. Ну, мой геймпад тяжелее, потому что у него еще грузики есть. Но геймпад тяжелее. Да, это, наверное, три вещи, о которых всегда говорили, когда смотрели на этот руль. Но это что ж, надо управлять на весу, руки устанут. У вас руки устанут, если вы, не знаю, дистрофан. Вот. Прям совсем. Если у вас булимия, или, я не знаю, вы не ели 200 лет, то, возможно, тогда у вас руки устанут. У меня тогда руки... Нет, они не то, чтобы совсем не уставали. Конечно же, было. Но, знаете, за часа три-четыре игры у тебя не только руки устанут. Да, ты сам должен уставать, по идее. Такого, чтобы, о, господи, у меня отвалились руки от управления, у меня не было. Удовольствие, во всяком случае, удовольствие использованием устройством переваливало эти неудобства. Тем более, ты всегда мог опустить руки и вообще без проблем. Второй момент. Некоторые жаловались или считали, что у руля огромная задержка. Типа, он же беспроводной, как так, ни хрена. Управляется он очень четко, очень точно. Вот еще вчера в Дискорде кто-то писал, что, ой, наверное, из-за того, что руки дергаются, там вообще невозможно управлять. Тоже не так, потому что, естественно, у этих систем есть специальные смягчения. Руль не трясется в игре вот так вот, потому что у вас руки, там, не знаю, эпилептика. На самом деле все довольно гладко работало и прекрасно игралось. В общем, прекрасное устройство. Единственное, я не понимаю, почему у него не сделали бамперов. Вот, единственное, что не хватает, это бамперов. Теперь мы знаем, как Паша использовал его не по назначению. Нет, я его использовал только по назначению. Какой угол поворота? Я, кстати, не помню, но нормальный. Угол поворота нормальный. Фидбэк есть, он вибрирует. Я, правда, всегда выключал, это мне не нравится, когда рули вибрируют. И я от этого чувствую дискомфорт, тем более, что... В реальной жизни руль у вас не вибрирует на автомобиле. Ну, то есть вы, конечно, чувствуете вибрации, но не такие вибрации, как в геймпадах обычно. Поэтому мне, скорее, некомфортно, когда руль ходит ходуном. Если у вас в автомобиле руль ходит ходуном, то это, скорее, признак того, что у вас что-то не так с автомобилем. Мы где-то спрятаны? Нет, в нем нету бамперов, это факт. В нем просто не сделали бампер. Я тогда, когда попользовался этим рулем, надеялся, что они либо поддержку улучшат, либо сделают следующую версию. Но в итоге они ни поддержку не сделали, ни улучшили ничего. Вот они просто, когда Xbox 360 закончил свое существование, они просто забили на этот руль, к сожалению. Но его, скорее всего, мало кто купил, потому что Xbox, на мой взгляд, не очень грамотно его продавал. Ну, это уж другой момент. Потому что, как устройство, это очень крутое устройство. Опять же, включив вчера Xbox 360, запустив Forza и поиграв с этим рулем, я удивился, почему никто не сделал нечто подобное. Это же охренительно. Почему нету такого руля для ПК? Почему нету такого руля в принципе? Wireless... Ну, то есть, я понимаю, что несколько тяжко его держать там в руках долго. Но это один из минусов. Но его плюс в том, что ты просто... Ой, я хочу поиграть с рулем. Чик нажал кнопку, и он работает. И не надо тащить провода, что-то подключать, прицеплять к столу там. Вот это громыхающее. То есть, если я хочу поиграть с рулем на ПК. Чик! Это все куда... Прицепляй провода, разматывай. Че-то, блин, куда-то... Там еще внизу у меня педали лежат. И опять же, вот я поиграл, а потом я хочу, например, все это убрать обратно. То есть, например, я хочу поиграть... Мне кто-нибудь зовет, не знаю, в Destiny поиграть. Я такой, подожди, мне надо со стола убрать руль. И ты начинаешь все это отвинчивать, провода отключать, туда-сюда, скачки. Потом его надо же где-то хранить. Он не такой, чтобы маленький. А тут... Все. Это весь ваш руль. Больше ничего. Вам не нужен никакой провод. Две батарейки и все. Почему никто не сделал ничего подобного? Это же просто гениально. Причем, как я понимаю, суть этого руля в том, что банально они запихнули в него один или два гироскопа. Ну, то есть, неплохие гироскопы. И эмулировали эти гироскопы на стик. Потому что изначально, например, по-моему, на PlayStation 3 и в том числе на PlayStation 4 некоторые гоночные игры, и не только, можно было управлять внутренним гироскопом. В DualShock'е был гироскоп, по-моему, в Xbox'е его нету. А в консоли, в DualShock'е был, по-моему, гироскоп. В некоторых играх, в том числе, по-моему, даже в Gran Turismo, этот гироскоп работал. Но работал он, естественно, ну, так себе, типа, как дополнительная функция. Так же, как и работал так же, как с сенсорной панелью можно... На DualShock 4 сенсорной панелью можно управлять как мышкой. То есть, вот, типа, как дополнительная, но не основная функция. Здесь же есть ощущение, что эта история работает немножечко лучше. Потому что, повторюсь, в игре управление было довольно чёткое. Я прошёл всю Forza Horizon 1. Всю. Все задания. Абсолютно все. Я не прибегал к использованию геймпада. Я прошёл всю игру на руле. А я люблю гоночные игры. И у меня до этого был руль, я в ралли много играл. Поэтому, ну, для меня управление рулём, мне кажется, я мог бы почувствовать, если бы у меня были бы какие-то проблемы. Но их не было. И почему такую вот простую штуку никто в итоге больше никогда и не делал? Единственный... Единственный экземпляр, как говорится. Может, с ним педали продавались? Нет, а зачем педали, если с курки? Ну, беспроводные педали были бы прикольные. Я потом решил погуглить. Оказалось, что единственная, по-моему, компания, которая делала более-менее что-то такое, но не совсем такое, была Hori. У них есть беспроводной руль. Но он выглядит как стандартный, который я показывал. Только он беспроводной. У него педали беспроводные и руль беспроводная. И он подключается... Но он стоит вот 10 тысяч. Подключается к PlayStation. По-моему, и к боксу. Вот такие вот дела. Не руль, а руки от напряжения. Скорее мобилочку, то устаешь в руках держать. Не знаю. Я не помню, чтобы у меня были проблемы. Я не помню, чтобы у меня были проблемы. Мне никто же такую роль вставку для геймпада подвидел. Он с виндой не работает, что ли? Так как это устройство а-ля геймпад Xbox, то он работает только через ресивер. То есть это не блютусная история, а нужен Xbox-ный ресивер. У меня, к сожалению, такого нет. Есть у ShowMe, но для того, чтобы понять... Я видел в интернете, как люди подключали. Есть ролик, где человек играет с помощью этого руля на ПК в Асету Корсу, по-моему. И какой-то ралли. Ричард Сбернс Ралли, по-моему, играет. И есть на форумах описание, что этот руль можно подключить в том числе. Короче, суть в том, что его можно подключить к винде. Но даже на боксе у этого руля была определенная поддержка игр. То есть не в каждую игру можно было с ним поиграть. Хотя список поддерживаемых игр довольно большой, но не в каждую игру с рулем с этим можно было поиграть. Поэтому он работает, по идее, через ресивер с виндой. Но я так понимаю, что еще придется мутить эмуляцию некую. Потому что в нем... Опять же, я так понимаю, что его подключают к винде, но через эмуляцию кнопок как бы переэмулируют стик геймпадный в управлении. Именно поэтому мне кажется, что там внутри не просто гироскоп, который обычно пихали в геймпады, а там именно гироскоп, который эмулирует поведение стика геймпадовского. И поэтому, когда вы подключите его к ПК и запустите в том числе эмуляцию, то вы сможете настроить его повороты как стик. И по идее он тогда будет работать. То есть вы в игре... Игра воспринимает его как геймпад, а конвертер воспринимает движение руля как движение стика. Вот как-то так. Но я не знаю, я не могу этого проверить, потому что, повторюсь, у меня нет ресивера для беспроводного геймпада. Новый ресивер стоит около косаря. Мне лень потратить косарь на это. Поэтому надо вот у шомика стыбрить. Стыбрить и попробовать. Хотя бы попробовать. Мне интересно, будет ли он вообще работать. Потому что в интернете на самом деле не очень много информации об этом. Не очень много информации об этом. Так, сейчас, секунду. Надо ответить. Вот. Ну, Нинка, Нинтендо, в свою очередь, беспроводные устройства более активно продвигает. У нее на беспроводном построено довольно много. Довольно много. Надо ответить. Продолжение следует... Да, ну, никакие гифки мне не нужны. Господи, просто жму исправить. Справить текст. Он мне предлагает гифки. Купи хату побольше. Для того, чтобы хоронить руль. Аксис геймпады были, но только в начале жизни консоли. Потом пропали. Если у тебя для коробок 360 кинект, можно поиграть в Rise of Nightmares. Не, у меня кинекта нет. Был кинект, по-моему, у Ивана. Но я не знаю, остался ли он у него. Ген Софт подписывается на 11 месяц подряд. Спасибо. Добро пожаловать в 11 раз. Мне правильно понял, что они баранку обновили под Xbox One? Может, поддержка новых разных добавили? Не знаю. Я не знаю, о чем ты. А, я видел эту хрень. Я не знаю, что это такое. Некий Hyperkin S Will. Will Racing. Я пару раз на него натыкался. Но это, походу, какая-то фейкчанка. Какая-то фейкчанка. Я его почти... То есть по нему там 3 или 4 ролика всего есть. И ощущение, что это какой-то то ли прототип, и они его зарубили в самом начале. То есть есть даже, если в Microsoft магазин перейти, да, тут есть за 120 баксов, он вроде бы продается. Но я почти его никогда не видел. То есть у меня ощущение, что это какой-то... Когда давно... Возможно, где-то в конце... Хотя он для Xbox One, непонятно. Или в начале жизни Xbox One они этот руль выпускали, но потом быстро его схлопнули. То есть есть такое ощущение. Потому что я почти ничего про него не слышал. Пока я ковырялся в интернете в поисках беспроводного руля, я натыкался, по-моему, на один ролик всего. И еще мне тогда показалось... Я натыкался еще на какую-то страницу Kickstarter. И мне показалось, что конкретно этот руль, это прототип руля. Который... Который в том числе... Вот как раз на Kickstarter собирают и отправили некоторым чувакам потестировать. Больше я его нигде не видел. Который Hyperkin as Will. Ну, его не встретить даже в продаже. Вообще не купить. Я пытался его потом искать. Но его нигде нет. Вот есть как раз Hyperkin Lab. Если там перейти... Вот As Will. For Xbox. А, ну тут уже его нет. То есть они... У него... Его даже нет на странице... Непосредственно на странице команды, которая его создала. Ну вот его можно с eBay заказать за 5860 рублей. Плюс доставка в еще 5000 рублей. Ну, это, видимо, знаете как это? Мертворожденное, я так понимаю. Я так понимаю, мертворожденное устройство. Они, походу, его сразу же и... Они либо его не пиарили... Потому что я, повторюсь, я до момента, до вчерашнего дня о нем вообще даже не знал ничего. Мне показалось, что это какая-то... Какой-то фейк. Но нет, он существует. Довольно специфичное устройство. Так-то вот у Hori есть за 10 тысяч. Но он для PlayStation, правда, задумывался. Руль. Но он все же устанавливается. Он устанавливается на присосках на стол. 280 миллиметров ширина. Беспроводной руль Bluetooth Hori Wireless Racing Wheel Apex для полного погружения в игру с вибрационной технологией TouchSense. Вот так вот. Ну и для ПК тоже подходит. Ну, блин, покупать Bluetooth руль за 10 тысяч рублей, конечно, немножко не то. Тем более, что тот обошелся... Вот этот руль, который у меня обошелся, что-то типа в 2 или 3 тысячи рублей. Он... Этот руль, насколько я помню, продавался по цене геймпада. Есть ролики, где люди скотчем вставляют в обычные рули дома телефоны, ну и играют в мобилки. Да. Я видел приложение, которое может с помощью гироскопа руль превратить. Я видел чувака, который из картона собирает руль с помощью двух мышек. Он использует сенсор, вот этот вот. То есть он прикладывает трубку руля к этому сенсору, вкладывает мышку, и когда руль крутится, то двигается как бы мышка. И также он положил мышку внизу, разместил две губки сверху на мышку. Точнее, да даже за мышкой разместил две губки, а на кнопке педали положил картонные. Ну и перенастроил, естественно, чтобы это... Естественно, его педали имеют ход типа 0-1, то есть система вкыл-выкыл. То есть нажал, начинается разгон, нажал, завершается разгон. Но при этом, по сути, из двух мышек чувакса... Но он, правда, он для этого, для... Евротрак-симулятора это все сделал. Был забавно. Был забавно. Вот. Такие вот истории. Такие вот истории, друзья, с моих выходных. Такой вот ерундой я занимался. Играл в игры, изучал интернеты и прочее. Давайте к новостям перейдем. Давайте к новостям перейдем, которые произошли за эти выходные. Которые произошли за эти выходные. Итак, что у нас тут набежало? Мне кажется, моя идея не брится. Не очень хорошая. Ну ладно. Samsung сообщила, что первой освоила техпроцесс 3 нанометра на основе технологии GAFET. Более совершенной, чем используемой сейчас FINFET. Производитель назвал техпроцесс MBCFET и обещает, что энергоэффективность новых чипов улучшилась на 50%. А производительность на такт на 30% по сравнению с нынешней техноформой 7 нанометров. Интересно, в каком году они вообще планируют ввести это все? Компания намерена начать его производство уже в следующем году. Вот и ответ. Планарный FET, FINFET, GAFET. Если бы я что-то в этом понимал. Также производство чипов на новой технологии позволит менять ширину и число каналов наностраниц, что способствует более гибкой настройке мощности и энергопотребления для конкретных линей. По словам компании, производительность на такт в 3 нанометра выросла на 30%, энергопотребление снизилось на 50%, а плотность транзистора увеличилась на 45% по сравнению с 7 нанометрами. Если будущие тесты продолжат показывать положительные результаты, Samsung запустит производство 3-х нанометровых полупроводников уже в следующем году. Вот так вот. А говорили, что меньше 7-ми уже, ну, нельзя, нет? Кто-то у нас в чатике говорил, что меньше 7-ми нельзя. А тут уже 3. Все, уже выдохся. Что? Куда выдохся? Только начинаем. Новости только начинаются. В смысле, выдохся. Пока версия Crysis Remaster получила апдейт 2.1. Главная особенность поддержка технологии DLSS от NVIDIA. Ну, в целом, это не даже главная особенность. Это основной апдейт. Добавление DLSS в ремастер Crysis. Если вам вдруг его не хватало. Добавили бы в Forza Horizon DLSS еще. Хотя у меня в Steam игра не лагает. Вроде меньше 3-х нельзя. Теперь меньше 3-х нельзя. Через 2 года сделают 2-х нанометровый. А потом еще 1-нанометровый процессор. А потом еще меньше начнут. А потом из нано сделают там, не знаю, какой-нибудь микро-нанометровый процессор. Я про разгоны на 2 часа. Ну, вот на этих выходных ничего особого не происходило. Тут же, понимаешь, разгоны, они тогда, когда есть что разгонять. Мне особо и разогнать нечего. Я посмотрел Изгой 1. Ну, Изгой 1 и Изгой 1. Чё бухтеть-то. Прикольный, кстати, фильм. После Изгой 1 сдался и решил пересмотреть еще и оригинальную трилогию. Она смотрится, кстати, аскетично весьма. Весьма. Особенно после Изгой 1, в которой уже используются там всякие технологии. Хорошая съемка, планы, проезды. Ты тут смотришь и такое, конечно, специфичное. Но меня поразил тот факт, что... Я, правда, не так и не понял. Я, видимо, смотрю переделанную версию. То есть уже обновленную. Потому что там, например, в пустыне, насколько я помню. Изначально, когда самые первые сцены. Там за дроидами прилетают трупперы. И там их обычно немного. А я так понимаю, что потом на графике добавили еще дополнительные 3D персонажи. Каких-то животных и прочее. И это смотрится немножко странно. Плюс я так и не понял. Добавили ли это фразами или это было изначально. Надо найти прям неисправленную версию и послушать. Потому что в этой версии они уже говорят про войну клонов. Типа, я помогал твоему отцу в битве клонов. То есть я пытаюсь понять. Есть мнение, что Лукас, когда делал 4 эпизод, он тогда еще не думал об остальных эпизодах. Типа, вообще не было плана. Но при этом, если у него в 4 эпизоде говорится про войну клонов и прочее. То получается, что какой-то маломальский лор у его Звездных Войн все же был. И 4 эпизод выбран неспроста. То есть он реально выбрал его. Выбрал, что именно его надо показать первым. А дальше уже, когда деньги появились, начал делать все остальное. Но, возможно, эта фраза была добавлена уже на переделки. На переделки. Мне вот интересно, были ли в переделанной версии, были ли там такие дополнения, или они только графон правили и все. В оригинале Джабба Хатт вообще человек был. Ну, да. Нет, в смысле, нет. Он был, по-моему, куклой. Там, в той версии, которую я сейчас смотрю, там Джабба Хатт 3D-шный. Но при этом, когда Хан Соло с ним базарит, он, типа, переходит через его хвост. И Джабба Хатт возникает. А, да. Вот, я смотрел версию 97-го. 77-ю я не видел. Я смотрел версию 97-го. А вот сейчас я смотрю 2004-го. Вот с этим, с 3D-шным Хаттом. Потому что я помню момент, как Хан Соло переходит через хвост. 77-й это вообще рарная вещь. У меня такое ощущение, что 77-й это какой-то, типа, альфа-билд. Альфа-билд фильма. В общем, вот такая вот дополнительная история. Больше ничем интересным не занимался. Вроде. Рулил все выходные и гонял Форзу. Продолжим новости. Это к вопросу о проразгонах. Особо нечего разгонять. Особо нечего, поэтому не разгоняю. На вчерашнем круглом столе, точнее он был не вчера, 12-го марта, точнее 11-го, о сделке Microsoft и Zenimax сотрудники Bethesda рассказали, как их студии работают между собой и поделились малоизвестными фактами. Например, одного из демонов в Doom придумали создатели The Evil Within, а разработчики Wolfenstein помогали делать Skyrim. Ну, так не скажешь, на самом деле. Так не скажешь, что кто-то из них к чему-то причастен. О том, как разные игровые студии, принадлежащие Zenimax Media, сотрудничают и взаимодействуют между собой, рассказал во время круглого стола с Microsoft вице-президент Bethesda по разработке Тодд Вон. По его словам, в компании пытаются не выдавать подчиненным все задачи сверху, а позволяют свободно общаться и делиться друг с другом своим опытом, чтобы неожиданные идеи возникали сами собой. Вице-президент отметил, что многие, включая руководители Bethesda, даже не в курсе, какие команды помогали в работе над чужими играми. Чаще других проектам других компаний прикладывали руку сотрудники Machine Games, известные по Wolfenstein. Что-то как-то такое, типа им делать больше работы, что ли, нет? Ходят по другим студиям и помогают им там без конца. Такие все сидят, делают Skyrim, и тут сзади подходят, такой, добавь, добавь ему кипенок, сделай его сильнее, добавь ему вторые глаза. Он такой, Machine Games, отъявитесь. Machine Games это, пожалуй, одна из самых успешных наших студий с точки зрения совместных проектов. Такие, как это, кукушки индустрии подбрасывают свои идеи в чужие гнезда, а в своих не хотят ничего делать. Одни из самых успешных наших студий с точки зрения совместных проектов. По-моему, они успели поработать вообще над всем. Даже когда, кажется, это было прямо перед тем, как мы приобрели Machine Games, или сразу же после этого. На тот момент они уже работали над Skyrim. Вон раскрыл еще один малоизвестный факт. Одного из противников Doom 2016 года сделали сотрудники японской студии Tango Gameworks. Разработчики из компании Синзимиками придумали адского крушителя Hellraiser, демона с наростами на теле и пушкой на руке, стреляющей лазером энергии ада. Как отметили в Bethesda, подобные совместные проекты рождаются только по инициативе самих разработчиков из разных студий. Многим нравятся игры друг друга, и они начинают думать, как можно поработать вместе. Иногда они просто помогают в создании чужих игр, а иногда это выливается во что-то большее, как в случае с Wolfenstein Youngblood, которую Machine Games сделала с Arkane Leon. А материнская компания только поощряет подобное и даже специально проводит встречи разработчиков каждой зимой. В этот период сотрудники той или иной студии в течение недели могут ознакомиться с ранними прототипами игр своих коллег задолго до официального анонса. Вот такие вот дела. В общем, теперь вы знаете. Как Чил Музон тебе в четвертой форте? Никак, я почти его не слушаю. Мне почти никак. Вообще не выделяется никак. У меня музыка тих. Я смотрел стримы и играл в игру, поэтому у меня музыка в форте была приглушена. А периодически я ее просто выключал, потому что ничего интересного, ничего такого, за что можно было бы зацепиться. Разве что в миссии про Cyberpunk там неплохой ретро-вейп был. Теперь еще новогодний спецвыпуск The Web, смотри. Нет, он же официально не является ничем. От него открестился даже сам создатель, поэтому смотреть я его не буду. В твиттере Life is Strange появилось изображение протагониста свежей игры. Как гласит сопроводительный комментарий, третья часть расскажет новую историю о новых персонажах и новой сверхспособности. Официально следующее Life is Strange поведает о новых персонажах и суперсиле. Окей. Давайте почитаем там что-нибудь про новую Life is Strange. Несмотря на то, что я в целом играть в нее точно не буду, потому что абсолютно неинтересный мне жанр. Но я знаю, что у Life is Strange есть достаточное количество фанатов. Накануне Square Enix анонсировала шоу, посвященное играм издательства. Один из самых заметных пунктов программы — свежая Life is Strange. Теперь, когда существование игры подтверждено, ее авторы потихоньку разгоняют хайп-трей. А в твиттере Лиз появились изображения протагониста новинки. Как гласит сопроводительный текст, третья часть расскажет новую историю о новых персонажах и новой сверхспособности. Эти слова вписываются в февральский слух об условной Life is Strange 3. Согласно утечке, события игры развернутся в США, а главной героиней станет некто Алекс, умеющий читать мысли. За разработку якобы отвечает Deck Nine, создательница Life is Strange Before the Storm. Трансляция Square Enix Present стартует 18 марта в 20.00. Мы, наверное, ее тогда посмотрим. Потому что можем. По московскому времени. Компания также поделится новостями о Marvel's Avengers, Outriders, Tomb Raider и других развлечениях. Обязательно поглядим. Так, что еще произошло? Издатель популярного симулятора Династии в Средневековье представил аналогичную игру в другом сеттинге, на Диком Западе. Причем обещает как режим песочницы со строительством своего ранчо, так и захватывающую сюжетную кампанию. Я так и не доиграл Medieval Dynasty, но это крутая игра. Мне понравилась. Она, правда, очень вялотекущая. Надо определенное настроение иметь. И немножечко даже сложное. Но все равно было интересно. Было интересно. Medieval Dynasty это почти Вальхейм. Только без мифических существ. Это такой Вальхейм плюс Вальхейм плюс Киндом Кам Деливеранс. То есть сюжеточка такая а-ля Киндом Кам. У вас есть рядом деревня. Вы там ей помогаете. Можете жениться еще на местных девчулях. Если подарки им будете приносить. А параллельно рядом строите свою деревню. То есть валите лес, рубите лес, собираете там какую-то фигню, камни и прочее, чтобы все это построить. И начинаете обустраивать там станки. Нанимаете людей, которые будут у вас там работать. Но она такая. Там доигрывать не во что. Она же еще в раннем доступе. Ну и играть для полного контента. Несколько месяцев, часов, по 12 каждый день надо будет. Да, да, там довольно долго, довольно долго. Довольно долго. Там же тоже сезоны. Ну как тоже. Там есть сезоны. Вот. Поэтому, например, чтобы что-то посадить, вырастить, вам надо несколько сезонов отыграть. В общем, довольно специфичная. Довольно долгая, но при этом в этом ее и меланхолия. В этом ее чилзон. Что у вас нету, скажем так, каких-то там, естественно, к вам не придут какие-нибудь, не знаю, существа, все вам сломать. Вы развиваете свою династию. Потому что потом, как я понимаю, вы, ну, находите себе жену, рождаете ребенка. И когда ваш персонаж умирает, если я правильно понимаю, вы начинаете играть за своего ребенка. Ну и потом опять находите жену и т.д. Ну, во всяком случае, я так понимаю, так в планах. Сейчас игра в раннем доступе, наверное... Наверное... Наверное, оно так пока не работает. Но... Я потому что не доиграл до этого этапа. Но вроде бы это было записано в фьючерзах игры. Ну вот, в общем, эти ребята теперь делают то же самое, только про... Про не медиевил, а про дикий запах. Сайтник поменяли. Кодмастерс и NetEase представили гоночный симулятор Racing Master. Dungeon Master. А где мои... Смешнее. Вот они. Racing Master для iOS и Android. В основе которого лежит движок Unreal Engine 4. Для мобильной игры выглядит очень недурно. Давайте посмотрим на эту недурную игру. Racing Master насчитывает более 100 лицензированных автомобилей от известных брендов. Включая Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Porsche и Koenigseggel. Машины поддаются внешней и внутренней кастомизации. Изменить дадут цвет, шины, спойлер, двигатель и так далее. В комплекте также настоящие гоночные трассы, где вы сможете соревноваться с другими игроками. Бета-тестирование стартуется в США и Канаде в этом месяце. Когда случится полноценный релиз и появится ли гонка за пределами мобильных устройств, не говорят. А тут трейлер, походу. Он не загрузился, поэтому мы с вами его не посмотрим. А жаль. Я думал, что он там и есть. Dishonored, Prey, The Elder Scrolls, Skyrim. Fallout 4 и Fallout 76 получат на Xbox Series поддержку FPS Boost, увеличенную частоту кадров. Потенциально это может помочь сократить задержку ввода. Особенно в Dishonored и Prey, где проблема как никогда актуальна. В общем, в рамках покупки Microsoft Zenimax игры от Bethesda и не только попали в Game Pass. Вместе с этим также некоторые игры получат еще и улучшение, ускорение. Это хорошо. Apple снимет с производства умную колонку HomePod. Ради нее компания построила целый центр разработки аудиокомпонентов. Но дорогое устройство так и не нашло свою аудиторию. Теперь все внимание уделяют 100-долларовой HomePod Mini. Она стартовала успешно. Ну, потому что умная колонка за много денег все еще не нужна людям. Потому что нету... Банально, несмотря на то, что Apple пыталась выстроить некую инфраструктуру вокруг колонки, показывая, как эта колонка может прикольно работать в вашем умном доме, все еще слишком мало людей, которым это нужно, у которых действительно умный дом, и все бы это работало вместе. Пока что людям достаточно и маленькой колонки. Этого достаточно. Большая колонка не нужна. Ну, не в случае, как, допустим, с Яндекс-колонкой. Потому что большая Яндекс-колонка, насколько я понимаю, может еще и кино показывать. У нее же есть HDMI-выход, и она там, по-моему, как-то еще что-то может мутить, какие-то дела. Эта колонка, я так понимаю, ничего такого мутить не может. А может быть и может. Я уже не помню. На самом деле, мне абсолютно неинтересны колонки, поэтому я про них ничего и не знаю. Оригинальный HomePod поступил в продажу в 2017 году и получил смешанные отзывы. С одной стороны, колонку хвалили за качество звука, а с другой устройство жестко ограничивали возможности голосового помощника Siri. На разработку колонки Apple потратила несколько лет, и ради нее построила центр с одними из самых больших безэховых камер в США. HomePod не просто выдает качественный для своих размеров звук, но и умеет подстраиваться под параметры помещения, в котором находится. Устройство поступило в продажу за 350 долларов. Это, на минуточку, цена PlayStation 4. Но даже со скидками большой популярности найти не смогло, в отличие от 99-долларовой мини. Там что удобный. В России обе версии HomePod так и не поступили в продажу из-за языковых ограничений Siri. На нашей территории доминирует устройство с Алисой. Они занимают 91% рынка умного аудио. Колонкой же не подпантуешь, и с собой ее носить нельзя. Но она называется HomePod. Ты как бы и Mac Pro тоже не можешь носить. А и Mac Pro тоже не можешь носить. Но по сути это самый сильный понт, которым можно понтоваться. Вопрос в том, что тебе просто... Ну, никому она просто не нужна. Не потому что ей нельзя понтоваться, а потому что она бесполезна в рамках твоей квартиры и дорога. Куда проще купить, если тебе все-таки нужно, проще купить HomePod mini. Потому что она будет справляться с теми же задачами, но обойдется тебе дешевле. В конце концов, HomePod'ом можно попантоваться. Ты просто приглашаешь к себе домой друзей и понтуешься. Вот посмотрите, я говорю, Эй, Siri, включи свет. Эй, Siri, закрой дверь. Эй, Siri, выключи свет. Эй, Siri, активируй ловушки. Вот, и все. Как бы фильм Пилу можно снять в новых реалиях. Если раньше... Как его? Забыл, как зовут главного героя. В общем, если раньше этот маньяк-убийца строил там целые какие-то дома с ловушками, теперь это же все можно... Можно снять, типа, Си... Не Siri, а... Пила наследия какой-нибудь, или, не знаю, Пила будущее, где все это будет активироваться через всякие электронные приколюхи. Майкрософт намекнула на добавление некой игры в Game Pass, и игроки считают, что это кооперативный шутер Outriders. По крайней мере, пока все сходится. Если так, то он может появиться в сервисе сразу на релизе, 1 апреля. Но это, кстати, с одной стороны, люди такие... Ха-ха-ха, Outriders соснули! Игра говно выходит сразу в Game Pass. Но с другой стороны... Я напомню, что это своеобразная игра-сервис. Ну, точнее, не игра-сервис, а игра, в которой надо проводить много-много времени и фармить разные пушки. А это идеальный вариант для Game Pass. Потому что людям, которые будут нравиться Outriders, они могут подписываться дальше на Game Pass и играть в свою игру. Понимаете? Это как Destiny, как девишка, как такое вот подписочная история. Вообще, мне кажется, что мультиплеерные игры это вот прям самое-самое то местечко, самое-то вот, самый тот крючочек, который может своим каким-то образом подцепить на постоянную подписку пользователя. То есть тебе как бы игра бесплатная... Вот прикиньте, Warzone, Warzone выходит в Game Pass. То есть это прям... Ты как бы не платишь за игру. Ты платишь за подписку в год. И играешь в Warzone вообще... А причем, если они еще как-нибудь замутят, так чтобы, знаете, чтобы при покупке Game Pass, то есть или какой-то пак, где Game Pass вам и Battle Pass вместе идут. Оп, и все. И готово, и красиво. И красиво возошли. Warzone же и так бесплатно. Ну, Call of Duty это не бесплатно, Warzone бесплатно. Окей, не Warzone, а типа Battle Pass дополнительно идет. Как-то так вот. То есть ты как бы... Для потребителя ты убиваешь двух зайцев. Да? Ты, с одной стороны, не платишь за игру непосредственно. Ты платишь за подписку. У тебя там еще целая база игр. Во-вторых, ты не платишь за Battle Pass. Он входит в комп проект. А для платформодержателя ты, получается, сажаешься на крючок. Ты постоянно платишь платформодержателю. Как-то. Удобно? Удобно. Там TES онлайн добавили. Ну, потому что Zenimax купили. В том же PS Plus игры хоть раздают бесплатные, но контент дополнительный за денюжки. Ну, это... Да. Ну что? Я не очень понимаю, при чем здесь это. А, нет, ничего. Ничего не написали. Итак, вернемся к новости. Тизер появился в Твиттере Game Pass в уже привычном формате внутреннего письма. В нем упоминается аномалия и таинственный сигнал. Ну, тут вот. There is probably a hint about a game in here somewhere, Hones, либо can... Hey, команда! Так много новостей сегодня. Ну, типа, не переживайте, если я добавлю еще немножко. Новая игра была подтверждена официально, которая прибудет в сервис. Ну, и как обычно, держите это в... Эту информацию... конфиденциальный, короче. Не разглашайте. Кто-нибудь и... Ну да, тут Mysterious Signal, Anomaly Situation. Блин, а что если они сталкера добавят? Тут про аномалию, сигнал, аномалия. Не знаю. Что еще может быть? Сигнал и аномалия. Аномалия и сигнал. Что там могут добавить? Игроки быстро сообразили, что аномалия и таинственный сигнал также упоминается в синопсисе кооперативного шутера Outriders. Планы человечества на колонизацию планеты Инок сорвались после того, как экспедиционную команду столкнулась с мощнейшей энергетической бурей, известной как Аномалия. Отряд следовал за таинственным сигналом, с которым у человечества, возможно, еще остается надежда на будущее. Ну, вообще, да, сходится. Outriders еще не вышло, но в открытом доступе уже есть демо. Square Enix ранее сообщила, что пробную версию за неделю сыграло больше двух миллионов человек. Полноценный релиз намечен на 1 апреля. Если Outriders действительно пополнит библиотеку Game Pass, то это будет поводом для заинтересованных игроков задуматься, на какой платформе играть, поскольку будущий шутер будет продаваться за полную цену в 60 долларов. Это 4000 рублей в PS Store и 2000 рублей в Steam. Такие вот дела. Игры по 6000 плюс плати за онлайн обнаглели. Да нет. Плати за все. За все плати. Просто плати за все. Не хочешь, не плати. Ничего не получай. Ах, одна из наших самых ярких звезд снова с нами. Мозголомик подписывается на четвертый месяц подряд. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо за поддержку. Я купил в магазине без скидок и без бонусов диск Demon's Souls за 3 и 3к. Ничего их Энтом не учит. Почему? Наоборот. Энтом как раз всех учат. Как делать не надо. Поэтому они делают немножко по-другому. Эта игра не похожа на Энтом. Ну, точнее, она похожа на Энтом, но только она все же лучше Энтом, потому что в ней хоть какой-то смысл есть. Ну, более-менее понимаешь. Другой вопрос, что игра немножко из прошлого. Это другой момент. У Энтом проблема Энтом не в том, что ее выпустили. Проблема Энтом в ее создателях, которые сами не очень понимали, что они делают. В случае с Outriders вообще прекрасно понятно, что делают авторы. Тут нет абсолютно никакой путаницы. Как я уже говорил, это, по сути, разработчики собрались и такие, что мы умеем делать лучше всего? Или что мы когда-то делали? Ну, вот Gears of War. Окей, но просто Gears of War это не очень интересно. Тогда мы сделаем Gears of War и прилепим к ней систему лута. Все, погнали. Это не мультиплеерная игра, она кооперативная. Это кооперативная синглплеерная игра с лутанием пушек. И при этом в ней есть сюжет. Она сюжетно-ориентированная. То есть эту игру можно пройти. Сначала до конца. И условно пройти и забыть. Поэтому Endem тут... У Endem проблема в том, что разработчики сами не могли понять, что они вообще делают и к чему они стремятся. Мы умеем делать польские шутеры. Ну, они умеют делать динамичные шутеры а-ля Gears of War. И в целом, в этом плане Outriders вполне неплохая. Electronic Arts при поддержке 101XP запускает в России и странах СНГ FIFA Online 4. Я и не знал, что их было 4 штуки. Условно-бесплатный мультиплеерный бутфол. Условно-бесплатный мультиплеерный футбол для ПК. Закрытые бета-тестирования стартуют уже 6 апреля. Для всех любителей поиграть в футбол. Ведущим дизайнером ММО... Там есть какие-то... Не, он уже условно-бесплатный же, правильно? Ну да. То есть, наверное, в него можно бесплатно играть. Ну чё, какие условия? Какие тут условно-бесплатные условия? Да вроде никаких. Вроде никаких. А ведущим дизайнером ММО-РПГ по League of Legends стала Кэндис Томас. Она 13 лет работала над World of Warcraft. В основном отвечая за сражения с боссами. Исполнительным продюсером проекта выступает Грег Стрит. Также известный по работе над WoW. Он пришёл в Riot Games ещё в 2013 году. Вот так вот. Над League of Legends... Точнее, над ММО по League of Legends работают те же, кто работал над World of Warcraft. А получится в итоге, я не знаю... Получится Lineage 2. Студия Dream War... А сейчас почувствуем себя старыми. Новость про то, что мы с вами уже максимально устарели. Студия DreamWorks объявила, что Шрек впервые получит обновлённую 4К-версию. Это хорошая новость. А теперь новость того, что мы старые. События приурочили к 20-летию мультфильма, который состоится в мае. Шреку 20 лет. Первому Шреку 20 лет. Somebody was told me the world is getting lonely. Да. Только у меня двери нет. Подождите. Надо какую-то дверь открыть. О, меня не видно. Чёрт. Повторяем. Я мог ещё из занавески выпрыгнуть, конечно, но ладно. И так пойдёт, ты всё уронил вот так. Вот тебе 30 лет, а ты всё со своими игрушечками играешь. Как он может быть Шреком? Мы уже максимум 40 лет. Хе-хе-хе-хе. Ну, я постарше Шрека. Да. Я постарше Шрека. Теперь ему можно пить и курить? Нет. Нет. Он ещё не может, по-моему, по американским законам, он ещё не может покупать алкоголь в магазине. Алкоголь в магазине. Ля-ля-ля-ля-ля. Утренняя дислексия. Потому что с 21 года вроде можно крепкий алкоголь покупать. В общем, такая вот новость. На самом деле, новость про то, что Шрек получит 4К ремастер. 4К, 120 FPS на Xbox. Мне очень интересно, кстати, я недавно пересматривал, по-моему, в январе я пересматривал трилогию Шрека. И первый Шрек сейчас, конечно, смотрится уже таким немножко староватым. Знаете, как если сейчас пересматривать, ну, естественно, несколько старше, чем, но если сейчас пересматривать первую историю игрушек, то там, конечно, уже так всё стрёмненько выглядит. Стрёмненькое 3D. Вот. Ну, 20 лет назад. Шрек вышел 20 лет назад. И поэтому очень интересно, какие технологии используют для того, чтобы... Вряд ли они перерендерят всё. То есть тут явно будет история со всякими апскейлами и прочим, и прочим. Я сомневаюсь, что они где-то обнаружат, не знаю, рендер Шрека. Ну, то есть его же делали на компьютере, рисовались эти модельки. Они где-то эти модельки прям... Прям модельки перерендерят, добавят им там графони, 4К графони. Готовы получить огромную груду блеска. Браво. Спасибо. 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 Шрека можно в чёрной покрасить. Зачем? Он и в зелёном неплохо смотрится. Я смотрел, летом норм выглядят игрушки. Ну, они... Нет, если ты посмотришь первые игрушки и посмотришь там четвёртые игрушки, даже третьи, то разница будет довольно... Довольно сильна. Так же, как и со Шреком. Даже если смотреть первого и второго, у них между ними разница именно визуальная в 3D довольно ощутима. Потому что первый Шрек такой делался ещё как бы там, а второй Шрек уже делался на нормальные, там, на большие бюджеты и т.д. и т.п. Второй и третий выглядят дорого-богато с крутыми анимациями уже и прочим, там, с симуляцией шерсти, вот это вот всё. А первый такой немножечко простенький, вот. Но всё равно очень интересно, какие технологии они будут использовать для улучшения Шреков 4К. А тизер второй части Doom Eternal The Ancient Gods утёк за пару дней до премьеры. Масштабы финального дополнения впечатляют, а один эпизод напоминает эпическую сцену из Мстителей. Финал. Полный трейлер ожидается 17 марта, а релиз, по слухам, 18-го. Ну, то есть через два дня мы сможем увидеть полный трейлер. К сожалению, везде снесли трейлер, поэтому посмотреть мы его с вами не сможем. Но у нас есть гибка, за которой, возможно, на ютубе прилетит страйк. Ну, не страйк, а ограничение этого. Ну, вот есть такая короткая, короткая. Вот видите, как раз эти открывающиеся порталы, которые как будто бы намекают на Мстителей. А костюм мне почему-то напоминает Бригитту из Overwatch. Только у неё либо Рейнхард, либо Бригитта. Или как она, Бриджита, как её там называть. Такая вот маленькая гибка. Пользователь DTF рассказал о массовой проблеме с Immortals Fenyx Rising на PlayStation 5. Игроки не могут получить доступ к дополнению «Новый бог», вышедшему в конце января. Форумы завалены жалобами, но ответ пока нет. Ваш новый бог в другом замке. С телефона не получается быстро вдонатить. Мэтт Ривз сообщает, что съёмки Бэтмена с Робиттом Паттинсоном закончены. Но фильм мы с вами увидим, скорее всего, только в следующем году, в 2022. Очень жаль. Фильм закончен сейчас. Увидим не скоро. Я очень хочу посмотреть. Мне очень интересно, как Паттинсон справится с этой роли. И что вообще получится из такого вот специфичного Бэтмена. Не в плане Роберта Паттинсона, а в плане вообще фильма, всего фильма. Там же, как я понимаю, про молодость молодого Бэтмена. Мне было бы интересно посмотреть на это. Потому что чаще всего мы видим Бэтмена уже старого. Уже прилично, преклонного возраста. На фоне скандала, из-за возможной перепродажи карточек Ultimate Team FIFA, разработчики Фудсима временно... Фудсима? Слово Фудсима звучит как фетиш. Поисковый запрос на Порнхабе. Временно запретили выдачу игровых предметов партнёрам и сотрудникам. В Electronic Arts отметили, что действительно нашли подозрительную активность. Но расследование пока продолжается. На днях я эту новость пропустил. Она мне не попадалась, кстати, в ленте до этого. Но я её где-то встречал в других местах. Что обвинили Electronic Arts в том, что вроде бы это топ-менеджеры какие-то, или очень высокие люди внутри Electronic Arts то ли перепродают, то ли просто продают какие-то карточки за какие-то кучи денег. Или что-то подкручивают за кучи денег. Короче, какая-то коррупция происходит с карточками в Ultimate Team. Electronic Arts решила разведать и узнать, что же там происходит. Футсима гений, да. Фанат Outriders провёл в демо-версии игры 254 часа за 2 с лишним недели. Вы спросите, кто будет покупать Overwatch? Вот, вот вам один из покупателей Overwatch, господи. Outriders. Вот вам один из покупателей Outriders. О максимальном времени в игре для одного пользователя разработчики шутера из People Can Fly упомянули в инфографике со статистикой о демо, вышедшем 25 февраля. Судя по всему, больше двух с половиной сотен часов удалось наиграть человеку с ником Torture UFC, который ответил разработчикам в Твиттере, приложив скриншот инвентаря, заполненного легендарными оружиями. Ну вот этот самый скриншот. Просто все. Одна легенда. Наигравший 254 часа это, наверное, я. Лол. По его словам, он приложил много усилий, а первые пять дней без перерыва открывал сундуки. Судя по всему, первое время он пользовался способом фарма легендарных предметов, которые убрали с обновлением. Выбирая одну из сюжетных точек для перепрохождения, игроки могли раз за разом открывать три сундука, выходить в лобби и возвращаться, при этом избегая сражений. Кроме того, Torture UFC успел купить у торговцев в хабе демо-версии высокоуровневую эпическую броню. Она была доступна первые несколько дней, но People Can Fly убрала их из магазина, когда игроки начали забирать их, меняя время на своем ПК или консоли, чтобы обновить ассортимент. По словам игрока, этим он не пользовался и приобрел предметы честно. В общей сложности за первые недели провели в демо-версии Outriders больше девяти с половиной миллиона часов, а самым популярным классом оказался Trickster. Его выбрали для 28,5% всех созданных персонажей. Trickster? Это Who? Who's Trickster? Это Огненный который? А, нет, Огненный это Pyromancer. Trickster это, я так понимаю, снайпер который? Понятно. Ну, такие вот дела. Надеюсь, в честь этого игрока на релизе поставят памятник какой-то и будут тыкать в него. Вот, вот он, наш герой. На этих выходных Аватар не только вернул себе рекорд по сборам, но и стал лидером международного проката, собрав в Китае больше 20 миллионов долларов за три дня. Как будто фильму не 11 лет. Надо Аватаров пересмотреть, что ли. Хотя я его пересматривал 200 тысяч раз, поэтому, наверное, не буду пересматривать Аватары. Нет, Вальхейм так и не отдала первенство в чате продаж Steam. Зато список сразу в двух изданиях пополнила Forza Horizon 4, которая стала одной из самых популярных гонок в сервисе. Оно и не мудрено за такую-то цену. За такую цену можно даже простить игре баги, косяки, вылеты и прочее. Отсутствие некоторых кнопок, например. Итак, топ-10 по выручке. В скобках указано место на прошлой неделе. Вальхейм как была на первом месте, так и осталась. Forza Horizon 4 заехала в Steam на прошлой неделе сразу на второе место. Мне, кстати, тут не написано и подписано, какие версии. Мне вот интересно, на втором месте обычная версия или Ultimate издание. Loop Hero спустилась с второго на третье. Valve Index с третьего на четвертое. Forza Horizon 4 еще какое-то издание на пятом месте. На шестом осталась игра с непереводимым названием. Operation Broken Fang с девятого на седьмое переехала. Middle Earth Shadow of War не было ее в топе. Приехала... Ну, там у нее скидка очень вкусная была, там что 80 или 60 процентов. Она приехала на восьмое место. Stronghold Warlords стартовала на девятом месте. Она на прошлой неделе релизнулась. И Metro Exodus Gold Edition не было ее в... Ну, тоже, кстати, на скидках. Тоже на скидках. На прошлой неделе были скидки на Metro. Первую Metro 2033 можно было забрать бесплатно. Редукции продавались с невероятной скидкой... Ну, не невероятной, но с большой скидкой в 80 процентов. И в том числе Exodus, по-моему, 60 или 70 процентов продавалась. Вот она на десятое место залетела. Помимо Forza Horizon 4, чарт включает еще одну новинку. Это Stronghold Warlords. Впрочем, вряд ли она продержится там долго. Наш Степан Песков поставил стратегию оценку проходняк. С чем игроки, судя по смешанным отзывам в магазине Valve, согласны. И раз уж на последнем месте пристроилось золотое издание Metro Exodus, напоминаем, до завтрашнего вечера... Ну, уже, по-моему, кончилось. Уже кончилось. В Steam раздают оригинальную Metro до 15-го, что на сегодняшний день. Оригинальную Metro 2033 и проходит распродажа игр-серии. Да, о чем я как раз и сообщил. Аватару 11 лет. Ну, слушай, Аватару 11 лет это не так. Ну, типа, 11 лет это что? Ты вот только школу закончил. Ну, нет, даже нет еще. Нет. Так идет в середине школы. А 20 лет? 20 лет Шреку? Это ты уж такой, да. Ты такой, ух. Это ты бухать уже, ну, реально, ты можешь уже певчанский со Шреком бухать. С Аватаром еще не побухаешь. Ну, как бы, можно за гаражами покурить с Аватаром? Ну, как бы, неизвестно, курит Аватар еще или нет. Научили его сверстники курить или еще нет. А вот с Ашреком уже просто можно во все тяжкие спокойно отправляться. Ну, он тебя может и до дом подвезти. До болота. Ангут так-то 500 лет? Нет. Сколько мульти? Мы же судим по мультсериалам. Так-то неизвестно, сколько непосредственно Шреку лет. Потому что в первом Шреке мы встречаем его уже в каком-то возрасте. То есть с тем же успехом, может быть, лет 40 уже. Какого возраста был тролль Шрек? Он же, по-моему. А, он Огр. Огр. Не тролль, а Огр. Каким возрастом он был, когда мы его первый раз встретили. 17 марта Текланд расскажет о ходе разработки Dying Light 2. На фоне вестей о производственном хаосе в компании игроки не рассчитывают услышать что-то положительное. Мне кажется, наоборот, придется слушать именно это. Потому что вряд ли компания скажет, Мы в говне. Мы в полной жопе. Скорее всего, наоборот, они будут говорить что-то нет, у нас все хорошо. Разработка идет полным холодом. Все прекрасно. Все замечательно. Сзади начинает гореть, типа, стенд, там люди разбегаются, пожар, там все обваливается, а впереди какой-нибудь главный геймдизайнер. У нас все прекрасно, все великолепно. Но самые большие опасения разработчики уже опровергли. Текланд заявляет, что Dying Light 2 анонсировали слишком рано, но игра далека от производственного ада. Ну, то есть разработка идет нормально. Нормально. Просто слишком рано ее объявили. Хотя, на самом деле, там у них... Я бы не сказал, что нормально, потому что у них там все какие-то... Были и перестановки какие-то, и кто-то уходил, и что-то переделывали, и жаловались на работу внутри студии. Так что, мне бы не сказал, что это нормально. Но, 17 марта Текланд расскажет о ходе разработки Dying Light 2. На фоне вестей о производственном хаосе, царящем в стенах кампании, многие игроки даже не рассчитывают услышать что-то положительное. Однако, самые большие опасения разработчики уже опровергли в Твиттере. Итак, что мы имеем? Никакого раннего доступа. Игру точно не собираются отменять. Сиквел анонсировали слишком рано, но все далеко не так плохо, как говорят. Ну да, потом она скажет, что отмену анонсировали слишком рано. По мнению Текланд, определение производственного ада подразумевает, что разработка застопорилась. А в случае с Dying Light 2 это не так. Создание игры продолжается. Напомним, вторую часть представили миру на E3 2018 года. То есть, скоро почти 3 года будет. У нас E3 происходит в конце мая, начале июня. Нет, между... да, в начале июня же происходит. Следовательно, да, скоро 3 года как. Ну, 3 года на самом деле это не то, чтобы очень большой срок. Абсолютно. Изначально в разработке участвовал легендарный сценарист Крис Авелон, который делал Fallout 2 и Fallout New Vegas. Но в прошлом году Текланд прекратила сотрудничество с ним из-за обвинений в сексуальных домогательствах. И, по-моему, его место заняла девушка, которая его, по-моему, в этом обвиняла. Я где-то что-то подобное читал, хотя могу, конечно, ошибаться. Смотрю в ленте новость. Игра похожа на сталкеров в Steam. Водка, захожу в Steam, 22 рубля. Отзыв в основном отрицательный. Ну вот, докатились. Водку в России уже за 22 рубля продают. Paradox Interactive провела презентацию Paradox Insider. Мы выбрали главное. Давайте разберемся, что там представила Paradox Interactive. Crossider Kings 3. Нет, это не анонс, потому что Crossider Kings 3 уже вышла в прошлом году. 16 марта, то есть завтра, выйдет дополнение Northern Lords. Ждите стримов от Виктора Зуева. Прям думаю, что точно подрубит. Подрубит. Скандинавы смогут оставить свой дом, отправиться в поход и основать новое королевство. Йомс-викинги и воительницы защитят вас в бою. Особые варианты наследия для скандинавских династий. Жертвоприношение блод, суд поединкам, культурные инновации и ряд новых атмосферных событий. Берсерки, миссионеры, рунические камни, варяжские походы, новые решения и другие яркие детали истории Скандинавии. Ну, в общем, добавят скандинавов, как я понимаю. Новое оформление и музыка. Stellaris. Дополнение Nemesis выйдет 15 апреля, то есть сегодня. Новинка добавит в игру инструменты шпионажа и возможность разрешить галактический кризис или уничтожить... Разрешить... Да, разрешить... Мне показалось, не разрешить галактический кризис, а основать его. Устроить галактический кризис. Это мне больше подходит. Или уничтожить вселенную. Неплохо. 25 марта консольная версия Stellaris получит обновление 2.6. Происхождение, археологии и реликвии, галактическое сообщество, посланники, дипломатические позиции, другое. Нужное подчеркнуть. Комплект Lithoids Species. Уникальная механика игры за империю литоидов. Литоиды... 15 новых портретов литоидов и один портрет робота-литоида. Новые модели минеральных кораблей. Новый набор голосов. Surviving Mars. За разработку грядущих новшеств отвечает студия Abstraction Games. 15 марта Surviving Mars получит обновление, которое улучшит механику туризма. Комплект Indone Buildings Pack, куда войдут 8 новых зданий. До конца года появится крупное дополнение. Без подробностей. К слову, Surviving Mars до 18 марта раздают в Epic Games Store. Так что можете забрать. Но DLC придется, конечно же, докупать. Литоиды — это минеральная форма жизни. Это в компании, где вампиров 2 делали, такое было. Там тоже Авелон помогал. Но там, где делали вампиров, там Авелон... Они, во всяком случае, так открестились, что, мол, Авелон работал над игрой где-то очень-очень давно. Очень-очень рано. И там уже давно ничего нет. То есть, я так понимаю, что с Текландом в случае с Dying Light Авелон побольше поработал. И побольше сделал. Но ситуация, я так понимаю, да, видимо, там ситуация. Что Авелона вытянут... Я просто помню, что я где-то читал, что на Авелона жаловалась какая-то женщина, а потом, по сути, заняла его место в одной из компаний. Наверное, речь про... Наверное, речь... Мне почему-то казалось, что именно про Текланд и Dying Light. Видимо, перепутал. Европа Аниверсалис 4. В ближайшем будущем выйдет дополнение Левиафан. Дипломатические экономические возможности, обеспечивающие малым нациям процветание. Возможность развивать и обогащать столицу, попутно втираясь в доверие к соседям. Изменения в управлении колониями, системе эрегентства и нетмой. Empire of Sun. 18 марта игра пополнит подписку Xbox Game Pass. И на ПК, и на Xbox. PDXCon Remixed. С 21 по 23 мая пройдет онлайн мероприятие PDXCon Remixed, посвященное играм издательства. Ожидается, как минимум, анонс развлечений от Paradox Development Studio. Вот так. С 21 по 23 мая. Но это еще далеко. Это еще целый апрель нам жить до этого мероприятия. Такие вот новости. Знаете, после этой новости мне даже как-то задумалось, может мне тоже попробовать в Crysider Kings поиграть? Как вы думаете? Меня останавливали. В чате мне говорили, что не стоит этого делать. Не лезь, оно тебя сожрет. Что-то примерно подобное. Я в целом проходил мимо. Понимая, что это не совсем моя игра. Хотя я более-менее понимаю, что там происходит. Но это не совсем моя игра. Предзаказ Crysider Kings 3 Expansion Pass за 683 рубля. Интересно, отдельно за отдельно. Отдельно, кстати, Northern Lords 175 рублей. Неплохая цена для DLC. К 100. К 100. Ну, не знаю, подумаем. В любом случае, она выходит только завтра. Только завтра. И, скорее всего, под вечер. Поэтому... Будет время подумать. Будет время подумать. Это было в Vampir'ах как раз. А потом она не потянула ее турнули. Дальше вы знаете. Да. Ваша и Crysiders? Возможно. Я пока не знаю. Ну, скажем так. После новости про DLC я как-то положительно к этому на это смотрел. Скорее всего, мне игра все равно не понравится. Всю ночь играть против Вити? Так там же не мультиплеер. Там же не мультиплеер. Если я правильно понимаю, как работает Crysider Kings, это история про, ну, типа, по сути, ту же династию. Вы создаете персонажа. Выбираете, типа, маленькое, видимо, королевство. И начинаете им управлять. Дальше у вас там могут... Вы можете находить там жен, жениться, рождать детей, отправлять их в другие поселения. Или они сами там отправляются без вас. Вы строите... Ну, не строите, как бы там. Нанимаете... Заключаете какие-то договора. Нанимаете отряды, бегаете. Я так понимаю, что это не военная игра. То есть это не чисто... Как... Цивилизация. А скорее игра про... Взаимосвязи и взаимоотношения. То есть там может быть... Могут быть армии. Вы можете воевать. Но сам процесс не то, что вы просто тыкаете солдат. А, типа, надо много базарить, выбирать варианты. Вот что-то такое. Там есть видение ваянс. Симулятор правителя. Страну любую можно. Ну, понятное дело, что ты с чего-то начинаешь, а дальше двигаешься. Управляешь своим королевством. Принимаешь решение. Базаришься. Причем базары, я так понимаю, там непростые. Типа, да-да, нет-нет, привет. Там более усложненные. То есть тебя могут обмануть. Есть какие-то характеристики, которые влияют на диалоги, влияют на решения. В общем, ну я как-то держался по... Во-первых, игра довольно дорогая для меня. Ну, надо понимать, что в целом игра недорогая. То есть она стоит... Сейчас 930 рублей, по-моему, 260 рублей в Steam. Но для человека, который не заинтересован, это, естественно, дорого. То есть я не был заинтересован в Красавида Kings, поэтому я такой, ну, тростик-косарин, игру, в которую я даже, возможно, не буду играть. Но сейчас, что ли... И даже когда все играли в Красавида Kings, меня не сломил хайп. Может быть, именно сейчас, когда хайп пропал, есть смысл поиграть. Не знаю, посмотрим. В общем, посмотрим. Точно в этой есть. С ним больше пяти человек была проблема играть. Все это на фоне контурной карты. Она очень затягивает, но главное, что я понял, что там очень много чтива. То есть та же Civilization тоже затягивает, но в Civilization не приходится много читать. Те же контурные карты, только более примитивно, более, скажем так, больше пошаговая стратегия, чем сложные взаимоотношения. То есть все взаимоотношения в цивилизации упираются, по сути, в, не знаю, в обмен ресурсами. Если у тебя есть ресурсы, с тобой дружат. Если у тебя нет ресурсов, тебя захватывают. А в случае с Кроссайдерсом, я так понимаю, что там много надо читать, выбирать пункты, варианты, решать, самому тоже что-то принимать, беседовать с людьми. В общем, такое. Короче, посмотрим. Я пока не знаю. Режиссерская версия Лиги Справедливости Зака Снайдера обзавелась вторым трейлером. Давайте глянем. На режиссерскую версию Зака Снайдера и Лиги Справедливости. Не только если ты в цивили, большая армия тебе никто трогать не будет. Нет, тебя все время буду осуждать за то, что ты слишком милитарист. Как-то никто... Ну, конечно, тебя никто трогать не будет. Будут, будут. Опять же, на тебя будут лезть, если ты еще будешь добивать врагов. Какие фильмы Зака тебе нравятся? Не знаю. Я не мыслю такими. А какие он снимал? У меня, как правило, нет разделения на... Типа, о, режиссер и вот его фильмы. У меня просто есть фильмы, которые мне нравятся. Я не отношусь к Заку Снайдеру, как к великому режиссеру. Ну, типа, о, гениальный. Вот он, никто другой. Как и у всех, у него есть и провалы, и не провалы. Как гуд, так и бед. Как вин, так и лунз. У меня есть второй шанс. У меня есть второй шанс. А сражаться с дьяволом и его армией. И теперь... Мне плевать, сколько демонов. Он так, заребрется. Нам что-то надо не униться. Это время. Стоять. Время. Сейчас. Синтезированный дрон. Барабаны. Время драться, короче. Снайдер сказал драться. Не принимайте все слишком близко к сердцу. Фильмы стали патчить. Ремастер фильма. Да. А Дисней также... Также Дисней показал второй трейлер Круэллы с Эмой Стоун в главной роли. Выход фильма о становлении злодейки из 101 Долматитца намечен на 28 мая. Я надеюсь, трейлер будет? Потому что в последнее время у Ютуба такие правила, что он не будет. Что типа если жестокие сцены в трейлере, то... То его не посмотреть нигде, кроме Ютуба. Так, нас за DMC забанят. Тут придется... Тут придется выключить звук. Смотреть без звука. У нас есть все. Джазовая подложка. Порез Снайдера. Сейчас я звучку Павла Болоцкого. Да там вообще не понятно, что происходит. Круэля. Что-то такое. Что-то такое они говорили, мне кажется. В общем, 5-го, 28-го... 28-го мая получается, да? У них же наоборот, это месяц... А, вы не видите курсор, в котором я так... В экран... Это такое. Пятое, это получается месяц, в мае, 28-го... Прямо перед моим днем рождения. Вот это да. Вот это да. 28-го мая 21-го года. Круэлла шик. Эм... Эмма... Эмма Стоун шик. Да, я не перепутал. Эмма Стоун шик. А вот какой получится Круэлла, непонятно. Трейлер стильный, крутой, а вот то, что там будет внутри, неясно. Ну, как уже шутят в интернете, мол, эм... У Диснея появился собственный эм... Джокер в лице Круэллы, потому что у нее на лице написано The Future, а у Джокера было, по-моему, No Future на лбу, что ли, или где-то у него было еще. Что-то такое. А, у него Дамагет был, Damaged был на лице вытатуированный. А тут... 28-й месяц, да. В 28-м месяце выйдет. Теклант уточнила, что 17-го марта не назовет дату выхода DimeLight 2. Игроков, однако, ждет больше, чем слова «разработка идет гладко». Че-то покажут. Я думаю, трейлер или геймплей покажут. Неплохо. А сборник игры Ninja Gaiden, который выпустят 10-го июня, будет работать в разрешении 4К при 60-ти плюс FPS. Информация об этом содержится на странице Master Collection. А, да. В Microsoft Store. А, мне показалось, что игра выходит на PlayStation, а информация содержится в Microsoft Store, но нет. Нет, не так. Ну, в общем, Ninja Gaiden будет работать в 4К 60 FPS. Круто. Круто. И, кажется, все. У меня больше нет для вас новостей. Неужели? Неужели мы так быстро отстреляли? Нет, есть еще. Есть что-то еще есть. А есть еще новость о том, что суд США предоставил санкции против Xiaomi. Акции компании подскочили на 12%. Фиксируйте прибыль, как говорится. Ранее Министерство обороны вынесло компанию в список потенциальных угроз из-за участия в разработке оборудования для китайской армии. А теперь вынесло. Это все новости, которые я для вас подготовил. Больше у меня ничего нет. Давайте пройдемся по свежачку. Ну, на выходных произошло немного всего. В основном, это был как раз Paradox Interactive и Dying Light. Это две новости, которые в основном бухтели на выходных именно в игровой сфере. Вообще, прошлая неделя была очень скудна на новости из-за Microsoft Plus Bethesda и единственная громкая новость прошлой недели. В эту среду Techland поделится свежими новостями с Dying Light 2, чтобы придержать градус хайпа у аудитории. Менеджер по работе с обществом Юнси рассказал на официальном дискорд-сервере. Что? Менеджер по работе с сообществом Юнси высказался на официальном дискорд-сервере игры. Ну, это про то, что они не станут раскрывать дату ревиза. Интересный факт. 50% игроков завершили прохождение Ghost of Tsushima. Это, согласно данным достижения, которое дается за завершение сюжета игры. В сентябре прошлого года это достижение получило только 38% игроков. В сравнении с другими играми на PlayStation это слегка меньше Spider-Man. У них 50,8%. Но заметно больше Assassin's Creed Origins 38,2%. Horizon Zero Dawn 34,1%. The Witcher 3 29%. На PlayStation Ведьмака 3 прошло только 29%, ну, почти 30%, видимо, приобретших игру, купивших игру. Red Dead Redemption 2 там 28,2% и Assassin's Creed Valhalla всего 19,8%. Такие дела. Создатель Silent Hill Siren и Gravity Rush Кейтира Тайома Тойама заявил, что сейчас сотрудничает с неким известным японским автором. Подробностями он делиться не может, но планируется, чтобы действие игры разворачивалось в сеттинге азиатских городов. Ху Интересно Ху Неужели Кодзима? Хоррор приключения планируют выпустить не раньше 23-го года, поэтому пока имя вероятно останется в секрете. Но так Forza Horizon 4 побила рекорд F1 2020 по количеству одновременных игроков в Steam в жанре гонок на релизе. 25 911 игроков. Согласно Даниэлю Ахмаду, Steam версию охотнее всего покупают в России, Китае, Южной Корее и Турции, чем в США. Вчера стандартное издание игры дебютировало на втором месте. Вот мы и узнали правду. На втором месте было именно стандартное издание. Такое же, которое я купил. А на четвертом видимо ультимейт. Вчера стандартное издание игры дебютировало на втором месте еженедельного чарта Steam по объему выручки. Следующий Need for Speed можем пожелать удачи с ее потенциальной ценой в 3000 рублей. Ну, может быть, это будет неплохой Need for Speed? Во всяком случае, очень бы хотелось в это верить, но пока неизвестно. Пока что студия Criterion Games, которая должна делать следующий Need for Speed, помогает DICE в работе над Battlefield в этом году Need for Speed мы не увидим. В этом году от Electronic Arts нас ждет Battlefield 6. Условная 6, но какой-то Battlefield. И только в следующем году, в 22-м, нас... И мне интересно, а в обратную сторону это будет работать? Ну, то есть сейчас Criterion помогает DICE, причем там, по-моему, две студии работают. Одна DICE и DICE LA, по-моему, еще вторая. Надо ним Battlefield. А когда они закончат, одна из студий пойдет помогать Need for Speed Критериан Геймсом делать Need for Speed или нет? Или они сами справятся? Сборы Star Citizen игроков превысили 350 миллионов долларов, а количество зарегистрированных аккаунтов достигло 3 миллионов. Ранее разработчики сообщили о рекордном 20-м годе в плане выручки. Когда же состоится полноценный релиз космического симулятора, пока неизвестно. Вчера таки добился всех ревнителей и членов Ордена Вальгалия плюс трех дочерей Лериона у Кокоши. У осталось только легендарные животные. У меня сломался квест, по-моему, надо продолжить. Наверняка квест починился. Наверняка квест починился, надо продолжить. Портативные колонки Gomi Speaker из вторсырья. Выглядит отлично. 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 Bloomberg сообщает, что за следующий фиксальный год, начинается 1 апреля, Nintendo планирует продать 250 миллионов единиц софта. Это при том, что в текущем заканчивается 31 марта. Компания прогнозирует 205 миллионов, что станет абсолютным рекордом среди всех ее платформ. Странно, что нет новости про Genshin Impact GFC Китая. Илья прослушал. Нет, я видел ее, но я не придал ей значения, потому что азиатский рынок довольно специфичный, и то, что азиаты поперлись в Китае, поперлись в KFC, потому что там можно что-то получить Genshin и к этому аж привлекли полицию, для меня кажется во-первых, во-первых, ничего необычного, во-вторых, ничего необычного. Ну, китайцы поперлись в магазин, точнее поперлись, настраивались в очереди в KFC, чтобы забрать там какую-то штуку для Genshin. забавно забавно Нет. Мне кажется, это не забавно, а как-то грустно даже. Ну, это примерно как новости, когда, я не знаю, где-нибудь там в, не знаю, на Урале открылся Burger King с бесплатным доливом колы, и народ туда припирался с трехлитровыми банками. Ну, то есть, нет, какая-то забавность, конечно, в этом есть, но после этой забавности, после такого легкого смешка, ты понимаешь, что, блин, какие же люди сумасшедшие, ну, то есть, ты с этими людьми в одной стране живешь. Думаешь, что совсем, что ли, ну, типа, что происходит. И, то есть, когда ты читаешь новость про то, что в Китае китайцы поперлись, стоят в очереди в KFC, чтобы забрать что-то из Genshin, ты думаешь, с вами нормально? Вообще, все хорошо? то есть, это же скорее, ну, это вот надо, надо туда не полицию отправлять, а скорую помощь. У меня ближайший KFC до сих пор не вознавел, не вознавел работ. Мне бы просто в KFC сходить. Правда, Deluc нахрен не нужен, лучше бы козочку раздавали. Ну, не, ну, то есть, для фанатов, наверное, Genshin, это что-то значимое, я просто не очень к ним отношусь. Опять же, я не осуждаю людей, в конце концов, это их выбор. Хотят они в очереди постоять, но для меня это немножко странно. Когда за айфонами стоят в очереди, за айфонами стоят и за конкретным продуктом. Ты же не стоишь в очереди за бургером, чтобы айфон получить. то есть, тут еще момент, но да, нет, когда за айфоном стоят вполне, как бы на айфон сейчас дефицит, в конце концов, и при старте дефицит. Я понимаю, если бы айфон был бы доступен всем и сразу, но когда есть какой-то дефицитный продукт, да. И опять же, айфон все же физически какой-то объект, который ты, ну, типа, можешь звонить по нему, там, фотографии делать. А тут какая-то приблюда... Что там? Что там? Там делюксы здания раздавали, что ли? Не, ну, если делюксы здания раздавали в KFC, тогда, наверное, бы, да, я бы, наверное, тоже пошел. Если бы какое-нибудь делюксы здания Forza Horizon раздавали бы в Макдональдсе, я бы, наверное, может быть, пошел. Но я слишком ленивый. Я не настолько фанат, чтобы вот прям так заморочиться, в очередях стоять там ради халявы. Ну, наверное, не мое все же. За айфонами более больные стоят? Ну, случай с айфонами это просто хайп, тем более, который не приносит никому вреда. Я не вижу никаких проблем с тем, что люди собрались в очереди. Ну, нет, ставить палатки и сидеть на стульях, там, греться за айфонами, это да, это какая-то дичь, конечно, но я и этому не придаю большого значения. Так же, как и очень в KFC за... Ну, одно дело, если бы они за едой стояли, а другое дело, что они за каким-то там, за чем-то там кодами. Не знаю. И то, и то, и это, как говорится, два стула. Но в случае с айфонами ты хотя бы айфон получаешь, а тут что, какую-то штуку в игре, которую ты однажды забросишь и больше никогда к ней не вернешься. Вы же осознаете тот факт, что однажды вы... Это как... Как грустная такая история, что однажды вы встречаетесь со своими друзьями, выходите во двор со своими друзьями в последний раз. И вы никогда не знаете, когда будет этот момент. Ну, чаще всего не знаете, когда будет этот момент. То есть вы... Вы выходите потусить во двор, а больше... И это оказывается самым последним разом, когда это происходит. Когда детство уходит, вы становитесь взрослыми и все. Тут так же. Ну, то есть, есть игры, которые вам нравятся, которые вы любите сейчас, но однажды произойдет ваш последний вход в эту игру. И вы навсегда забросите ее. Ну, будете о ней вспоминать, конечно, теплыми словами и ностальгировать, но больше в нее не вернетесь. До сих пор ходим с друзьями во двор пить пивас. В песочнице прогоняем детей и пьем пивас. Каждый раз надеешься, что это был последний. Но в случае с Геншином, да, каждый раз надеешься, что такое... Ну, ну, все. Ну, наверное, я наигрался. Наверное, вот сейчас я наигрался и больше не буду донатить на этих на этих маленьких анимешных девочек. Ну, каждый раз удашься и тратишь еще. Да. В общем, поэтому я как-то ну, не проигнорировал, но не стал брать в подворку эту новость, потому что ну, такая специфичная. Специфичная. Так, что еще? Слезы с Геншином. Так, Star Citizen у нас уже был. У нас в офисе оказался игровой ноутбук. Мы не знали, что с ним делать и сравнили с вещами вокруг. Окей. Например, с бананами. Хорошо. Яндекс.Маркет опубликовал подробную статистику о продажах десктопных процессоров в 2020 году. Актуальное поколение начали постепенно дешеветь. В топ-3 из самых популярных моделей вошли Ryzen 5 3600. Неплохой выбор. Ryzen 5 5600. Неплохой выбор. И Core i5 10400. Вот такой. Российская сеть кинотеатров Коро предложила сдавать свои кинозалы для геймеров. Стоимость аренды помещения для видеоигр будет зависеть от нескольких параметров. В Москве она составит в районе 12-15 тысяч. Но тут не написано 12-15 тысяч за 2 часа. То есть кинотеатр сдается на 2-часовой период типа под фильм. Ну, то есть фильм в кинотеатре длится в районе 2 часов. Ну, по-разному, но все же. И я так понял, что там просто можно перейти непосредственно на сайт и там указано. Я так понимаю, что 12-15 тысяч это за вот 2-часовое мероприятие. То есть вы снимаете зал как бы на сеанс. В том числе вы... Там не оговаривается, что вы снимаете его чисто под игры. Там оговаривается, что вы снимаете зал. Вы, например, можете в эти 2 часа провести презентацию. Там написано, что можно снимать. Но там просто некоторые залы подходят только для презентации, а некоторые залы подходят в том числе для игр. Это, я так понимаю, зависит от оборудования. Подозреваю, что вам оборудование вы приносите свое, то есть, скорее всего, консоль или... Хотя, может быть, там просто есть иконки геймпадов, может быть, у них свое уже оборудование есть. Непонятно. Просто, опять же, в новости, которая гласит на сайте у них... Я даже сейчас ее найду, прочитаю. сегодня уже обсуждал это. Там в самой новости говорится, что, типа, приносите. Теперь ты можешь устроить игровую вечеринку в кинотеатрах Коро. Зови друзей, приноси свою приставку. Вот, видите, у них на сайте в новости написано, что приноси свою приставку и наслаждайся незабываемыми эмоциями от любых игр на большом экране. Залы, в которых доступна услуга, помечены на сайте EventKaraoke.ru специальным символом. Но, если перейти по этой ссылке, там, бронирование как раз, то есть, выберите город Москва. Вот. И тут есть, например, можно снять залы, у которых нету места. И, я так понимаю, вы... Вот тут, когда нажимаешь, например, Коро 10, Щука, зал 0, Мир 2. Здесь нету иконки геймпада. И это означает... Я вам сейчас его не показываю, я на сайте нахожусь. Вот. И это, видимо, означает, что поиграть в этом зале нельзя будет. Когда вы пытаетесь забронировать, тут выберите дату, выберите время, количество гостей. И тут можно выбрать контент. Типа, свой контент, презентации и прочее, текущий репертуар. То есть, вы можете арендовать зал для фильма чисто для своих друзей. То есть, компания, место 70 человек. То есть, такой корпоративный просмотр фильма можно устроить. Вот. Плюс, можно добавить комбо. Тут набор комбо маленький попкорн любого вкуса на выбор гостя плюс напиток или разливной, или разливной. 0,5. Вот. Такие вот дела. Но, вот у Щуки в зале Щука, например, нет геймпада, а Коро 10 Щука зал 0,8 тут уже 44 места в зале. Там тип зала помечен как с геймпадиком. То есть, я так понимаю, что в нем конкретно можно поиграть. Но при этом, при этом, когда нажимаешь забронировать, здесь то же самое. То есть, то же самое. Свой контент, презентации и прочее, либо текущий репертуар. Причем, за дополнительные, есть, можно еще дополнительные услуги, микрофон, то есть, вы можете, здравствуйте, здравствуйте, для презентации, и стол на входе в зал для проверки списка гостей. Доступно в кинотеатрах Атриум, Авиапарк и Октябрь. Ну вот, в октябре можно, это на Арбате, кинотеатр на Арбате, в октябре можно вот такое мероприятие провести. Но там же на сайте написано, что на 2 часа. Аниме можно или придется судиться с японцами? Не знаю, не знаю. Че, недорого. Ну, за 2 часа, ну, если скинуться, то, наверное, недорого. Наверное, недорого. Но ведь фильм на билет, но ведь на фильм билет 300 рублей, там сидит 7 человек, а это выходит 2, 100. Ну, так ты арендуешь зал для своих? Причувствую стримы из кинозала у популярных стримеров? Возможно. Только зачем? Это не... В случае с стримерами это не очень рабочая, мне кажется, тема. А вот поиграть там, то есть реально компанией собраться, например, в FIFA или Mortal Kombat, скорее, это удобная тема для проведения оффлайн-эвентов. Ты арендуешь зал и устраиваешь, например, батл там те же этот, тот же рыцарский турнир можно устроить, например. Или какой-нибудь Mortal Kombat на экране, на большом. Вот, пожалуйста. Ну, эти в США же, я так понимаю, в кинотеатрах проводят как раз всякие гаунтлеты и прочее. Там спидраны всякие проводят. Во всяком случае, оно выглядит как кинозал, потому что там много сидений сзади. Я думал, что это как раз в кинозалах производит. Ну, короче, киноиндустрия, точнее, кинотеатрная индустрия немножко страдает сейчас, потому что люди в кинотеатр не ходят. Поэтому пытаются крутиться, вертиться. видите, переделали немножечко все это под то, чтобы вы могли в компании друзей, например, сходить. Метнуть геймпад в экран можно? Ну, конечно, можно, только ты потом заплатишь за полотно, сукно, полотно, слышь, сукно, заплатишь за полотно. Вот, потому что, ну, оно, есть шанс, что оно повредится, может быть, и не повредится, смотря как кинешь. Но в целом, в большом зале ты можешь довольно далеко метнуть геймпад, и он просто упадет на пол, ничего не сломает, кроме самого геймпада. Арендовать кинозал и смотреть спираченные фильмы в 720p с рекламной казино. Прямо какое-то издевательство. А еще, чтобы, да, Dolby Surround, через это вот все было Азина, три топора, вот это вот все. Или какой-нибудь эти безумные супер барабаны, которые там стучат как-то в некоторых фильмах. Один эксперт! Ту-ду-ду! Один эксперт! И вот у тебя 7-1, там Dolby Surround. Один эксперт! Ту-ду-ду! Да. Интересный вариант. Интересный. Интересный способ потратить 15 тысяч рублей. Да. Интересный способ. Но мне кажется, что интереснее было бы как раз в игрульки поиграть. Но мне, кстати, интересно, как это у них устроено технически. То есть у них какой-то, типа, условно, кабель HDMI, который ты вставляешь в консоль или ПК. Потому что написано берите свою консоль. А если я хочу взять ПК, например, ну то есть в чем, ну то есть будет ли это? По идее же принцип-то один и тот же. Ну то есть в видеокарте есть разъем HDMI, в консоли тоже есть разъем HDMI. По идее, техника должна потянуть. Тем более, что проектор это же просто дисплей, это просто экран. Поэтому вопрос, как они, как производится непосредственно захват, то есть насколько близко устройство должно находиться к проектору. То есть он должен там в рубке стоять или может быть у них где-то выход есть или пульт или еще что-то. В общем, интересно. Мне интересна техническая сторона. Так я же писал ПК не для игр. Блин, я бы поиграл в гонки на самом деле, в Дёрд Ралли на огромном экране. Сидишь посреди зала с рулем прикрученным к передней спинке или в Думе. Мне интереснее всего в Думе 16-го года. Ну или Эти Орл. Когда ты выходишь на арену, у тебя огромные экраны из Surround колонок запилы там начинаются какие-нибудь. Это, конечно, было бы круто. Это скорее было на Prodigy похоже. В общем, прикольно, интересно. Скандальный хоррор Devotion от студии Red Candle Games теперь можно купить напрямую через сайт разработчиков. Делать мы этого, конечно же, не будем. Ну, во всех случаях, не я. В общем, мне не нужен скандальный скандальный тайваньский хоррор мне не нужен. Сейчас проходит Indie Cup V21, самый большой конкурс инди-игр в Восточной Европе. А его участники рассказывают на ДТФ над чем трудятся. По тегу на сайте есть уже много интересного. Например, рассказ про экономическую стратегию о классовой борьбе Capital. Я, по-моему, один раз вам про нее уже рассказывал. Про Capital. Аналитики. Forza Hardin 4 для Steam превосходит ожидаемые показатели в России. Ждите повышения цен. BFG Division на Surround будет мощно. Вот, да. Но мне тоже интересно, каким образом они звук захватывают. То есть, если он идет через HDMI, то, наверное, велика вероятность, что он будет довольно плоским. Потому что, если я правильно понимаю, версии для кинотеатров, то есть, фильмы, там дорожка, как-то, видимо, разложена на дорожке, на слои. Да, и там есть там переедет. Ну, Surround работает, короче, как надо. По-правильному. А в случае, если ты принесешь просто консоль или ПК, то звук, наверное, будет идти чисто через HDMI и, возможно, не разложится, ну, то есть, как-то разложится, но не будет поддерживать всю систему. То есть, это, скорее всего, просто будет звук из всех колонок, чем плавные, там, как-то переходы. Не знаю. Вот, опять же, мне интересно, как в кинотеатре устроена техническая часть всего этого. Я не видел, поэтому не знаю. Десять лет назад я работал в Леруа на открытии Ци Лефортова. Мы арендовали кинотеатр для презентации. Там обычный HDMI для подключения ноута был. У консолей же есть оптический выход. А есть ли он у устройств? Ты же не знаешь, как он захватывается? Я сетывал. То есть, возможно, у софта, у хардвера в кинотеатре лишь HDMI просто. Вот провод, вот как говорит как раз Фолиантин. Это item? Да, точно. Это item. Вот, как он говорит, что они арендовали, у них просто HDMI для ноута, ну, чтобы презентации выводить и прочее. Но как это будет работать, если у них есть пометка, что есть отдельный зал, который подстроен под игры? То есть, может быть, у них там оптический выход какой-то или еще что-то? Оптический выход у консоли? Ну, это PlayStation у четверки же есть, по-моему, оптический выход. Был вроде. На Xbox, по-моему, нет. Не суть. Не суть. Даже, даже Jack все равно как он будет работать. А вот. Steam опубликовал чат продаж за прошедшую неделю. Этим чатом вооружились аналитики и сделали вывод. В ряде стран Forza Horizon 4 оказалась популярнее, чем можно было предполагать. Эта новость у нас уже была. Четвертый ребилд Evangelion за первую неделю проката в Японии заработал более 30 миллионов долларов. Ну, вот. Я не аватаром единым. В Total War Warhammer 2 в этот четверг появится новый бесплатный легендарный лорд темных эльфов. Повелитель зверей Раккарт из Корондкара. У него есть два уникальных предмета и три маунта. У него есть два... Еще у него есть особая способность это моральное повреждение картавых. Потому что когда они будут произносить его имя Раккарт из Корондкара, мне кажется, они сломаются. Horror Devotion вернулся в продажу. Это у нас уже было. Еще один концепт iPad mini. Земля кочевников фильм, у которого в этом году больше всего шансов получить главный Оскар. Но это не какая-нибудь банальная драма, а тихое и скромное кино на грани художественного и документального. Ну, а Фрэнсис Макдорманд сыграла одну из лучших ролей в своей карьере. Наш обзор. Я не смотрел Земля кочевников, поэтому... Я лишь знаю, что это вроде бы фильм про то, как что-то типа бомжей, условных бомжей, такие полубомжей, которые колесят по Америке и сталкиваются с разными историями и ситуациями. И суд США приостановил санкции против Xiaomi. Эта новость у нас уже сегодня была, друзья. Все. Мои новости подошли к концу. Не для картавых страшнее слово хоррор. Но это слово добитие. Когда уже произнес все и даешь слово картавым, даешь слово хоррор. Да, блин, слово хоррор даже для не картавых сложно. хоррор. Хоррор. Вот. Все. 1159 подошло к концу, друзья. Неделя, эта неделя довольно скудная на игры. Что-то у нас сейчас такое время скудненькое. Но завтра выходит DLC для Краснодара Kings, который, может быть, я поиграю, если будет у меня настроение попробовать что-то такое. в остальном на этой неделе да почти ничего интересного и не выходит. Выходит Steps the Zombie, но я не хочу в него играть. И 18 марта выходит в ранний правда доступ картель Tycoon. Это игра, по-моему, от каких-то российских разработчиков. Мы играли в ее пролог или в ее демку. теперь она выйдет в раннем доступе. Про построение карт. Она на самом деле не очень интересная, но залипнуть в нее можно, если вы любите всякие экономические стратежки, то в нее можно залипнуть, тем более, что в ней есть любимый вами челлендж. сопротивление. Некоторые градостроительные симуляторы или экономические они как-то построены на том, что вам в принципе надо что-то достичь, что построить или много денег заработать и с вами почти никто не соперничает. В случае с картель Tycoon там будут соперники ваших генералов могут убить, ваш бизнес могут отжать на ваши нарко притоны, не притоны как там называется, на вашу наркодобычу могут слететься полисмены и все прикрыть. Короче, тут есть проблемы, с которыми вы будете сталкиваться. А так в основном неделя без каких-то громких невероятных релизов, поэтому будем как-то крутиться, вертеться и играть во что-нибудь. Сегодня предлагаю поиграть в Forza Horizon. Четвертую. Я в четверг отказался от этого, а сегодня вполне можно устроить такой гоночный понедельник. Погонять Forza Horizon, а как надоест Forza Horizon погонять еще во что-нибудь, не знаю во что. Просто Forza Horizon играется на геймпаде. В конце концов, вы сможете поделать ставочки. Сможете поделать ставочки на гоночках ставочки только так. Только так делаются. Будем крутить азартные колеса со зрителями. Forza хочу там со зрителями играть. В смысле гонять против зрителей. Не знаю. Может быть. короче, потыкаем Forza сегодня. Такие вот планы на сегодняшний понедельник. Я с вами прощаюсь. 1159 вернется завтра в 1159. Сегодня через часик приходите. Будем катать в гоночке. Вот. Всех люблю, целую, обнимаю. Хорошей вам недели. Увидимся. Пока.